Настоящий материал? Информация. Произведен, распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем. Либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича. Давай гореть, мы горим. Дальше я тебе показываю, но ты уж не обессуешься. Погнали, горим. Жизнь уничтожена, разрублена и закончена. Это не кино вообще, это просто такая дрянь. Ну вот мы имеем такой пирожок. Уши не обляпайся. Зачем мы тут сидим? Давайте расходиться. Паша, ты один из тех режиссеров, у кого последние годы карьера была на взлете и казалось нам, по крайней мере, что она вот-вот станет международной. Ты снял сериал, который срезонировал не только в России, но и в мире. Ты, насколько я знаю, готовился снимать сериал для Нетфликса. Ты готовился покорять мир, но все изменила война. О том, как изменилась твоя жизнь и может ли вернуться когда-нибудь жизнь старая, мы хотели бы с тобой поговорить. Да, попробуем. Ты сейчас живешь в Аргентине? Мы не смогли календарями наслоиться, чтобы встретиться именно в Аргентине. То место, где наши календари сошлись — это Израиль. Поэтому мы с тобой немного посидим, ну и походим еще по Тель-Авиву, тоже пообсуждаем какие-то вещи. У тебя у самого было ощущение, что карьера мчит вперед до февраля 22-го года. Ну, был очень классный, интересный проект. И он, в общем-то… Да, это Нетфликс. Нетфликс пришел в Россию до войны и начал производить около 5 или 6 сериалов. Он запустил. И все это произошло после эпидемии благодаря ей, как я понимаю. Ну, Нетфликс — это как бы классно. Это, наверное, какие-то особые крутые условия. Это, действительно, какой-то другой уровень продакшен и производства по американским правилам. Это дико было важно и очень радовало продюсеров, потому что это такая продюсерская история. У меня же был очень дорог сценарий. Это офигенная история, которая написана Васей Сигаревым. Василием Сигаревым я как-то плохо выговорил. Вот. И это проект «Комнаты». Потрясающий сценарий. Я такого никогда не снимал. Все было готово, все остановилось за две недели до начала съемок. Ну, да, мы должны. Мы уже в Питере готовились. У нас были читки, так называемые. То есть это прям последние подготовительные деньки перед мотором. Тут важно уточнить. Это было оригинальное производство для Нетфликса. Да. Потому что… Нетфликс производил. Это не то, что мы снимаем что-то, а потом они могут купить, могут не купить. Как это было, например, с эпидемией. Это же был продукт, ну, как бы, внутрироссийский, но они его захотели. Как-то увидели, узнали там, не знаю. А здесь это прям… Нетфликс снимал Worldwide. То есть это сразу сериал на весь мир делался в Питере. Ну, то есть там были люди из Штатов, которые следили за тем, чтобы… Да, конечно. Утверждались актеры вместе с ними. Они как бы налаживали производственную цепочку. Она совершенно другая, нежели российская. То есть это прям такой международный проект. Что мне говорили про сериал «Комнаты»? Как человек очень требовательный к себе, пожалуйста, вот снись, если надо, градус этого высказывания. Я уверен, что это могло бы стать первым большим сериальным хитом из России для всего мира. Уровни игры в «Кальмара». И там абсолютно оригинальный в основе концепт, не похожий ни на один другой сериал. Сколько в этом правды? Ну, главная ложь в этом тексте – это отсылка к «Игре в кальмары». Я считаю, это плохой сериал. И его успех – это как бы печальная история. Мне очень жаль, что такое говнище становится успешным и как бы захватывает зрителя. Мне кажется, это просто запредельно низкий уровень кино. Ужасный. Я смотрел его просто… Ну, потому что по работе надо. Смотрел на скорости четыре, потому что это невыносимо. Четыре? Ну, там, тридцать четыре. Неважно. Я про… Ну, это просто… Это не кино вообще. Это просто такая дрянь невероятная. Поэтому стоять рядом с кальмарами не хочется. Я думаю, никаким профессионалам в кино. Они как бы понимают, что это какой-то ужас. Это был классный сценарий. Теперь возвращаемся. Оставили кальмаров. Что там еще было сказано? Ну, это классно. Могло стать хитом. Это могло стать хитом. Можно было сделать в России, но заинтересовать этим. Да. Это благодаря Васе. Это отличный сценарий. Мы его там, конечно, опять же, в связи с Нетфликсом довольно сильно как-то дорабатывали, перерабатывали, крутили, вертели, чтобы он стал более понятным в мире. Потому что он специфический и очень русский. И в этом смысле этот сценарий адаптировался тоже в связи с Нетфликсом. Но все равно как бы костяк истории потрясающий, крутой. Он уже сейчас переведен на испанский. Я надеюсь, что мы его все-таки сделаем в другой стране. Адаптировали. То есть вы культурный код подтачивали чуть-чуть, да? Ну да. Потому что там очень много хто нерусской было. И как бы просто люди говорят, ребята, а что это? 40 минут, и человек что делает, простите. Он говорит, ну он страдает, он бухает. Они говорят, классно, но простите, мы не будем 40 минут смотреть, как у вас там кто-то страдает и бухает. Нам это непонятно. Зачем вы этим занимаетесь? Они говорят, можно с этим что-то сделать? И мы в этом смысле делали его более, ну как бы, читабельным. И вот эта вся работа как бы горела, бежала на всех парах и ударилась об стену, как, собственно, и вся наша жизнь. Через пару минут в этом выпуске будут говорить комплименты сериалу «Молодой папа». И по этому поводу мы заехали в родной город человека, который этот сериал создал. Мы в Неаполе. Месте, где я родился и много лет прожил Паоло Соррентино. Самый титулованный итальянский кинорежиссер 21 века. Сам молодой папа про Рим, про Ватикан. Зато последний на сегодня фильм Соррентино «Рука Бога» снят именно в Неаполе. В названии отсылка к великому Диего Марадони. В 1984 году аргентинец подписал контракт с Наполе и в буквальном смысле спас жизнь Соррентино. Эта история – один из центральных сюжетов фильма «Рука Бога» – самой личной работы в биографии Соррентино. Почему я все это рассказываю? Потому что узнать еще больше интересных деталей про фильма Соррентино можно на курсе «Кино глазами режиссеров. Восхождение легенд». У моих давних друзей из онлайн-лектория синхронизация. В программе курса подробный разбор творчества 18 режиссеров, среди которых и великие классики, и выдающиеся современники. Пройдя этот курс, вы, например, узнаете, откуда в фильмах Тарантино столько насилия и почему в фильмах Тарковского так часто молчат. В синхронизации есть годовая подписка, и по ней открывается доступ к еще более ста курсам. А если захочется погрузиться в живопись или литературу, то вот пара рекомендаций. О чем молчат картины? Курс о том, как Шагал, Пикассо и другие гении создавали свои шедевры. Курс «Литература. Полное погружение», про который мы рассказывали весной. При этом синхронизация – это не только про культуру и искусство. Здесь есть курсы по 20 направлениям – психология, экономика, дизайн и еще много всего. И все эти курсы можно проходить по единой годовой подписке. Единая подписка – это безлимитный доступ и отличный досуг на весь год. Вы отдыхаете и одновременно развиваете себя. А еще она сильно экономит время. Команда экспертов синхронизации выбрала самую интересную фактуру и упаковала ее так, чтобы слушать было легко и увлекательно. В курсах есть игровые механики, а проходить их можно и в видео, и в аудио формате. Если захотите попробовать какой-то конкретный курс, то по промокоду вдуть будет скидка 15%. Но гораздо выгоднее оформить годовую подписку. По тому же промокоду можно сэкономить 65% и вместо 36 тысяч рублей заплатить за доступ ко всем курсам синхронизации 12 600. Причем эту сумму можно оплатить сразу или разбить на 4 платежа. К оплате принимаются и российские, и зарубежные карты. Переходим по ссылке в описании, оформляем годовую подписку на синхронизацию и развиваем себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Как ты отреагировал, когда об эпидемии очень лестно и публично высказался Стивен Кинг? Я понял, что этот твит Стивена Кинга – это единственное произведение, которое я читал этого писателя. Это было смешно. Ну как? Я порадовался. Многие перевозбудились очень сильно и начали это как-то монетизировать. А, да? Ну как-то это хайп, его надо ловить. И я просто… ну приятно был и всё. То, что эпидемия на Netflix долгое время лидировала среди иностранных сериалов. Да-да. А как ты на это реагировал? Что с твоим тщеславием происходило в этом моменте? Ну я радовался. После этого очень выросла моя заработная плата. Этому тоже радовался. А выросла? Да. Мне в этом сериале очень важно было снять пятую серию, она мне очень понравилась. И я из-за неё этот сценарий взял. Это тот самый кипиш, когда… Когда бабы берут на виллу ОМОН, да. Мне кажется… Ну мне как-то это было близко и интересно. Так, значит, Павел Костомаров, тот самый, который был одним из авторов сериала «Срок» про протесты в начале десятых. Спустя 6-7 лет получает предложение снять сериал вообще не про политику, но с вот такой сценой. Да. И это для тебя важнейший мотив. Было решающим, да. Ну важнейший мотив, да. Это же задолго до ковида. Ну конечно, да. Когда ты начал понимать, что пересечение того, что вы сняли, с тем, что в реальной жизни происходит, оно случается? Одно насладывается на другое. Ну это не то, чтобы начал я что-то понимать. Там всё время начали какие-то мемы слать, и там в Китае начались похожие кадры происходить, уже снятые репортажи. И очень радовался сценарист, и это всё показывал всем нам, что типа вот мы пророки. Никакого такого пророческой ноши и визионерства ты у себя не увидел? Нет, я считаю, что не надо так думать. Это вредит психике. Ну не надо к себе серьёзно относиться. Надо как-то попроще быть. На один вопрос вернёмся к кальмарам. Почему это отстой? Потому что это как бы рефлексы. Это как бы кино такое рефлексивное. То есть там… Слишком в лоб? Да, это очень тупо, очень в лоб, очень примитивно. Это касается всего. Игры, так сказать, костюма, декорации. Ну то есть это всё настолько херово сделано, на мой взгляд. Я, конечно, очень субъективен. Вероятно, есть фанаты. Мне очень жаль, что это так. Лучше бы они любили, я не знаю, сериал «Фарга» второй сезон или «Янг Поуп». Есть крутые сериалы. Жаль, что кальмары становятся международным хитом. Пока мы гуляли по Тель-Авиву, камеры были выключены, ты сказал, что сериал – это низкий под жанру кино. Смотри, сериал – это такая штука. И опять же, я это так воспринимаю. А мы про тебя говорим. Да. Возможно, существуют какие-то определения научные, киноведческие, иные. Но как бы кино, фильм, он стремится к финалу. И финал делает фильм. Сериал стремится уходить от финала. Потому что сериал, он как бы стремится к тому, чтобы тебя… Продолжить. …клифхенгрынуть, зацепить и как бы кинуть на второй сезон, на третий. Потому что это как бы деньги, деньги. Он про деньги. И в этом смысле там история стремится не кончаться, а обещать что-то за поворотом дальше. И в этом смысле это как бы более коммерческая такая часть. И очень часто сериалы страдают от того, что… Бывают исключения, бывают шедевры сериальные. Но в целом сериал, он заточен как бы не закончится, и не сделать как-то цельную вещь, а как бы длится без конца. Потому что это выгодно. Но если он успешный, и он должен продолжаться, и это должна уже становиться жвачкой. Тебя подсаживают. И в этом смысле тебя просто… В сериале тебя, как я понимаю, знакомят с героями, с их жизнью. И хотят, чтобы ты их любил. И чтобы ты как бы стал их просто таким ежедневным наблюдателем, что они там делают. И это становится… Драматургия от этого начинает портиться. Это не точное слово. Но она преследует другую цель. Она преследует как бы, чтобы ты все время вот с этими людьми проводил годик, второй, третий. Они как бы… И это хуже, чем кино, скажем так. Ну, для меня. Большинство сериалов, если заканчивается первым сезоном, значит, или это было авторское высказывание, что редко, или они просто не получились и их не продолжили на второй. Но в целом любой сериал стремится продолжиться. И как бы он как попухоль. Он должен как бы постоянно расти. Что ты считаешь сериалами-шедеврами? Конечно, это Breaking Bad открыл этот мир по-настоящему. Перезапустил репутацию сериалов. Ну, типа, да. Вот. Я не уверен, что, кстати, она не подходит к концу. Мне вот там хорошие какие-то умные знакомые говорили, что, в общем-то, эта эра… Мы на закате сериального движа. Он будет уменьшаться, потому что так много никому не нужно. Их делают больше, чем могут люди посмотреть. Для меня шедевром является Fargo сезон второй. Именно сериал. Вот. Это потрясающая вещь, которая меня просто… Ну… Я ее обожаю. «Молодой папа». Первый сезон… Господи… Про что? Ну, там два… «Миссисипи», «Болото», вот этот вот «Интерстеллар» чувак и… «Тру детектив». «Тру детектив», да. «Тру детектив». Вот он классный. У героя Робака, влиятельного жителя хорошего подмосковного коттеджного поселка, на его дорогущей тачке, кажется, на эскаладе, георгиевская ленточка. Это ты придумал? Конечно, я, да. То есть это не сценарий был? Ну, как придумал? Это я не придумал. Это в жизни они висят у многих таких людей, в таких машинах они висят. И ее хотели снять. Там один из неглавных продюсеров, он очень переживал по этому поводу. И говорил, давайте снимем, давайте уберем. Ну, как-то удалось отстоять это дело. А еще самое смешное, этот продюсер поднял кипиш, что поливают людей такой специальной жидкостью. Белой? Да, она была зеленая. Но он так испугался и уговорил тоже всех, что не надо зеленое, вот это Навальный в зеленке, не надо этих аллюзий. То есть вот этот вот уже, так сказать, жим-жим у жирненьких продюсеров некоторых, он как бы давно есть, всегда есть и никуда не проходил. И на постпродакшен вы перекрасили в белый? Нет, нет, это произошло раньше и просто мне сказали, Паша, ну возьми другой цвет. И мне Маруся Чухрей, хороший художник, подсказал, ну сделай белый, он даже круче будет. И я понял, что художник здесь дефект превратил в эффект, как говорит Лёша Певаров. То есть мне было обидно, меня злило, что это самоцензура такая унизительная. Я не мог с ней справиться, вот. В случае с ленточкой как-то удалось, а здесь нет. И ну вот Маруся это дело как-то приподняла даже, я считаю, так что большое спасибо. Чем он мотивировал то, что ленточку надо снять? Да страхом своим, как бы слова там не помню, какие были, просто какое-то блеяние лепит. Ну понятно, что он просто боялся, как бы что ни вышло. Вот и всё. Ну я так понимаю. Про эпидемию узнали все, когда цензура пришла в пятую серию. Ту, из-за которой ты, собственно, не захотел его снимать. Там силовики расстреливают митингующих. Ну они терроризируют людей, и как бы да. Люди собираются и сколачиваются в банду во главе с предводительницей, потому что нельзя так с нами, она говорит. И они как бы что там в своих, что на кухне, что в подвале, что в гараже нашли. Там виллы, топоры, старые какие-то ружья дедовские, охотничьи. Вот с этим устраивают как бы бунт, и всех этих гадов замочили. Когда это вышло, это заметили где-то наверху, и сериал приостановился. Уже снятый, выходить. Ну что-то такое, да, было. Поднялся Шухер, и потом его продолжили, но в шестой серии появился какой-то закадровый голос, появился финт, который говорил, что это были не силовики, а провокаторы в форме силовиков. Правильно ли я понимаю, что изначально до Шухера такого в шестой серии не было? Не было, да. Это как бы следствие этого Шухера, конечно. То есть, чтобы сериал вернулся на «Газпром-медевские платформы», нужно было придумать вот такую вещь? Этим уже не я занимался, это решали кризис-менеджеры, скажем так. Как ты относился к тому, что в твое произведение вставляется вот такая вот штуковина? Суть произведения это не меняет. В телевизоре врали и в первой серии про болезнь и так далее. Поэтому я благодарен продюсерам, которые не зассали. Там была ситуация такая, что им сказали, что нахер закрываем, больше его не будет, убирайте. Они сказали, что не будем. То есть они молодцы, герои. И там какое-то было совещание кризисное, что сделать, чтобы и ваши монаши придумали вот такую инсталляцию. Ставили, ну пожалуйста, ради бога. Ну то есть ты не убивался из-за этого? А что убиваться-то? Ну как бы бунт-то совершился. Героиня сказала, нельзя так с нами, а потом сказала и сделала. Поэтому я абсолютно доволен. Ну то есть я остался при своих. Да, и при этом это снова выглядит, как будто в телеке в рот. Ну а как это еще может выглядеть? Да. Ну вот, видишь, все хорошо. Этот бунт происходил под трек «Любе». Да. Да, я очень хотел, чтобы его купили и чтобы его поставили. Для этого должно было произойти, ну, благополучно разрешится два момента. Хватить бабла на эту песню, она могла оказаться очень дорогой. Я не знал просто, но вроде нормально, мне хватило. А второе, чтобы, опять же, какие-то цензурные или самоцензурные моменты не считались. Потому что моя идея была в том, это моя такая внутренняя, маленькая, никому не нужная, но мне приятная радость. Замочить сволочей под музыку главной из них, любимую. Под любимую музыку Путина? Да. Кто-то понимал это? Я не знаю. Может быть, и не надо, чтобы это понимали. Может быть, лучше это вырезать, я не знаю. Война застала тебя в Петербурге? Да. О чем ты подумал, что ты начал делать? Я как бы сразу связался с продюсером и сказал, ребят, все, это надо нахер останавливать. И я очень-очень сильно был как бы шокирован войной, то, что она началась. Я до последнего надеялся, что это все, то это все просто угрозы и бряться не оружием. И я испытал абсолютно, как бы, я сразу стал ходить на все эти митинги. То есть у нас с утра работа, и она должна длиться там до ночи. Но я говорил, ребята, все митинги, я ухожу, простите, и читку просто останавливал. Ну, я считал, что надо останавливать проект. А Netflix, ну, все, все как бы, насколько я помню, все думали, ну, действительно, может, там два-три дня, непонятно, что как. И говорили, подожди, подожди, потерпи, потерпи. И, в общем, это были ужасные дни, когда я сидел на работе. И я, это как бы, я на ней, в общем-то, режиссер. То есть это читки, это самое главное, что должно происходить. И все цеха брифуешь, всем все объясняешь. И я, как бы, абсолютно отсутствовал. Я только был в новостях, смотрел и говорил, что зачем мы тут сидим, давайте расходиться. Я говорю, подождите, подожди. Ну, я вот так вот, в таком, как бы, безумии раздвоенном. День, второй, и ты бежишь на митинг. Второй бежишь на митинг, третий бежишь на митинг, четвертый день. Я уже еду в машине в Москву и по дороге покупаю билеты в Казахстан. И я свалил, по-моему, ну, буквально через неделю после начала войны. Почему ты решил уехать? Это было невыносимо. Это было очень, как бы, больно и омерзительно быть частью страны, которая напала на соседа. И это, как бы, было такое, у нас был, ну, непродуманный исход, а мы просто уехали сразу на эмоциях, на гневе. Вот, на таком, ну, я это называю на гневе. То есть меня и там жену накрыло такое отвращение. Я просто еще вот на этих митингах в Питере, на Невском, значит, я видел, что народу мало, что люди растеряны, что менты как бы борзеют, они винтят, они, так сказать, все, первый день. Второй день они не включили какую-то музыку, типа любые, на полную громкость пригнали такие мощные динамики концертные и херачили вот по этим людям, которые вышли против войны. Вот где-нибудь за Лиховатским, эй-эй-эй, сейчас всех порвем. Потом этих людей просто начали, как бы, рубить сектора, загонять в дворы, радость отсекать. И, в общем, как бы, все технично, это уже отработано все, и натренированные эти ребятушки разгвардейские. Ведь там просто еще помнишь, там такое было, что украинцы все время обращались, типа, ребята, выходите, остановите, это пиздец. И это ужасно было ощущать, что никто не выходит. Более того, какие-то прохожие, которые просто шли по своим делам мимо нас, вот, на нас пошли, ну, шикали и говорили, да, давить, значит, правильно все, что вы тут вышли, и валите туда. Ну, то есть, у меня это... Я понимаю, что их, может быть, там, немного, может быть, поддержка войны даже тогда была не сильной, тем более сейчас она, я думаю, низка, крайняя. Но все равно эмоционально это было абсолютно страшное, безнадежное, отвратительное состояние, и меня вытолкнуло просто вот такой, знаешь, волной, как взрывной волной, вышвырнуло за пределы России. И я просто выбрал Казахстан. Ну, между Грузией и Арменией я выбрал Казахстан. Ты провел там два месяца? Да. И оттуда улетел в Аргентину? Да. То есть ты не возвращался в Россию? Нет. Почему Аргентину? Мы были беременными, нам надо было где-то рожать ребенка, и мы по совету старшей дочери решили, что, моей старшей дочери решили, что, ну, как-то так посмотрели, погуглили и подумали. Бразилия, Аргентина, Мексика. И выбрали Аргентину. Это было так просто. Мы никогда там не были. Твоя жена также переживала это? Да. То есть ее не надо было уговаривать? Она еще сильнее переживала. Она вообще очень переживала, что я на митинг ухожу. Ну, то есть она беременная, и я туда куда-то там пошел, и, в общем, она переживала очень сильно, да. Я к тому, что ее уговаривать к переезду? Ни в коем случае. Не, ну, как это, как единый, единый организм. Насколько тебе вот сейчас, спустя несколько лет, и уже после того, как началась война, и ты видишь реакцию на войну в российском обществе, тебе пятая серия эпидемии, где русские женщины поднимают ОМОНовцев, кажется неправдой? Ну, конечно, это неправда. Это уже не происходит. И пока народ безмолвствует по-годуновски, а не по эпидемии. Вот и все. Ну, собственно, где эпидемия, а где Пушкин. Реакция общества по-прежнему «моя хата с краю», можем повторить. Вот такая. И она плохая, она неправильная, она как бы печальная, огорчающая. Чем ты ей объясняешь? Путин – он гомеопат. Он по капельке все делал. И, так сказать, мы не заметили, как уже в нас столько влито этой пропаганды, что абсолютно уже из ушей льется. Это все, он как бы искусный постепенщик такой. Все делает тихонечко и незаметно, тихой сапой. А сейчас нет ответа. Почему? Потому что все как-то вкупе сработало. Абсолютно эмигрант. 17-й год, то, о чем говорит Рома Либеров, сколько уехало. Сталинской чистки, когда вырезали крестьянство, интеллигенцию. Война страшная. Ельцинские эти пьяные скотские годы, когда тоже огромное количество людей погибло. Вот. В этом беспределе, так сказать, развала Советского Союза. Такого воровского и как бы пьяного. Ну, а потом вот эта вишенка на торте пришла. Посадили ее, точнее, она сама не приходила. И вот мы имеем такой пирожок. Кушай, не обляпайся. Почему ельцинские времена, ты считаешь, строительные? Все было разворовано и бездарно. Люди были брошены. Люди за советскую власть были абсолютно отучены от какого-то самостояния. Они все были прикреплены, они все работали. И тут как бы началась эта абсолютно свистопляская анархия. И так нельзя было делать. Нельзя так с людьми поступать. Людям жрать нечего было. Я сам помню эти очереди и драки за хлеб в Москве. Я в них участвовал, будучи ребенком. Ты махался в очередь за хлебом. Да, я длинными руками хватал, а бабка плакала и говорила, что ж ты, сука, меня выхватил. А я говорю, ну так. Это было, это устроили эти уроды. Ничего не стоило сделать все по-нормальному. Ну как ничего не стоило? Не надо быть скотами просто. Это, наверное, слишком сложная задача для нас. Так что это абсолютно были подлые времена, когда погибло огромное количество людей. Спилось на этом спирте рояль. А по-нормальному это как? Ну как-то Польша же это сделала. Как-то Чехословакия как-то распалась. По-нормальному живут. Там такого нет скотства. У нас был дикий капитализм. Я не разбираюсь в этих терминах, но это было абсолютно бесчеловечно. Это было просто плевать на людей. А это, собственно, одна из наших главных скреп. Новых нарожают, потерпят. Значит, помер Максим, да и хер с ним. Вот это вот все отношение к людям всегда отвратительное. Ну, конечно, была дарована свобода. Конечно, для прессы, для каких-то Пархоменок и так далее. Но они это все как бы хвалят. Ну а что люди делают? Ну вот я помню эти слова Костюченко. Не знаю, у Тианы ты говорила, у Гордеева. Как ты относишься к 90-х? Ну, это отвратительное время. Люди старшего поколения обычно говорят, что это время, которое подарило нам свободу. Люди старшего поколения, ты имеешь в виду московских журналистов, которые тогда получали типа 900 баксов и столовались по всем этим олигархическим кафе, и плевали на свою страну. Ну, если верить им, то да. Ну вот, вот она правильно все говорила, что это как бы ужасные были времена. Абсолютно подлые. Сейчас еще хуже. Хуже? Да. Они просто оборзели вообще в конец. О чем ты думал, когда тогда вырывал у бабушки хлеб? Да я не у бабушки, я с прилавка. Ну, все тянулись. Все тянулись, я просто длиннорукий был с детства. Ну, как бы там. Ага. Я не помню, мне было лет 13-14. Ты испытывал? Это меня поразило то, что настолько… Нет, я испытывал радость, что я добычу добыл. Побежал на кассу ее покупать. А ситуация была такая, что выкидывали немного хлеба, и кто успел, тот купил. То есть это была внутри магазина борьба за прилавок, за продукт. Дальше ты его покупаешь, идешь на кассе как счастливчик. Я просто помню это. У меня в глазах стоит этот эпизод. Ну, это такая. Не блокадный Ленинград, но как бы Ельцинская Москва. Пожалуйста. Москва. А что было и что сейчас там? Я имею в виду провинцию. Ты когда шел потом домой, у тебя была радость добычи или угрызения совести? Нет, у меня был просто отпечаток на всю жизнь. Я сфотографировал этот момент и понял, что это был какой-то… Радость была, что не зря в магазин сходил. Но и бабушка не упала, с голода не умерла. Да, это понятно. Просто она досадовала, ругалась и на меня была обижена, что я оказался ловче. Вот и все. Просто люди были в этом состоянии, в этом положении. И это Ельцин. Ты понимал, что ты на какое-то время прощаешься с работой? Так я вообще считаю, что это конец жизни. Жизнь уничтожена, разрублена и закончена. В этом смысле я понимал даже не то, что прощаюсь с работой. Надо начинать жизнь заново с нуля. Все, что было до 24 февраля, его нет. Ну то есть я очень категоричен в этом. Ну и кальмаром тоже, как ты слышал. Ну и в этом тем более. И в этом смысле я просто считаю, что это просто черта. У меня еще опыт был общения с одноклассниками в WhatsApp. Жуткий тоже. Ну я учился в школе. У этой школы есть чат в WhatsApp. Они там друг к другу… Столько лет спустя… Все эти годы они друг к другу шлют картинки, шарики, цветочки. И я туда нахерачил, значит, бучу. Я говорю, вот, блядь. Ой, не надо. Ой, а что это? А можно другой чат создать? А что случилось? Я подумал, ах вы твари. Господи, вы же все образованные люди. Блядь, вы все окончили. Там, ну, какая-то была… Хороший класс биологический и все. Ну там нету, знаешь, людей, у которых… Которые не понимают, как мне казалось, что происходит. И вот началось такое. Просто оттуда я тоже вылетел, значит, на гневе. Я отсюда вылетал и улетел достаточно далеко, как ты выяснил. Короче, просто меня поражало, что мы позволяем этому происходить. Мы позволяли происходить 20 лет этой мерзости, этому воровству, этому растлению. И нам казалось, что мы в своих пузырях и как бы это… Но такая вещь, мне кажется, она должна была разбудить людей, что ли. Очухаться должны были. Ну как бы так не должно быть. И я был уверен, что народ не будет безмолвствовать. И для меня был шок, что он безмолвствует. Тогда… Я до сих пор это понять не могу. Для меня это дико. Давай сначала про твою новую жизнь в Аргентине. Как тебе там? Очень хорошо. Что тебе нравится? Ну там люди добрые. Там всё не как в России нынешней. Там она как бы перпендикулярная. Она, собственно, и является антиподом географически чисто. Ну в общем… Да всё мне там в общем нравится. Там люди живут бедно, но счастливо. И это больше всего бросается в глаза. И там какое-то здоровье. Хотя они, конечно, все ворчат. И всё им там не нравится самим. И говорят, зачем мы сюда приехали. Но это потрясающе огромная разница, показывающая, что можно жить по-другому. Ты слышал разговор телефонный, который приписывают миллиардеру Ахмедову и продюсеру Пригожину? Ну да. Я не весь слушал, но чуть-чуть послушал, да. Если это они, то они всячески ругают Путина и категорически не согласны с войной. В киносреде всё так же? Я думаю, что и в киносреде, и в бизнес-среде, конечно, сплошь такие разговоры. И Путина поддерживать могут люди, которые просто очень сильно оболванены и очень сильно обмануты. И они просто не понимают, что происходит. Или подонки, замазанные в крови, о котором как бы заднюю включать уже поздно. Вот. Это всё, что у него есть. Не, ну есть зигующие там, есть зигующие идиоты, типа Машкова. Но он просто, знаешь, когда курицы отрубают голову, она тоже достаточно бодро бегает по двору. Но у неё уже нет мозга. Я думаю, что вот такие есть зиганутые, значит, фанаты этого всего скотства. Ну это просто, ну у них как бы, ну там, это клинические случаи. А есть случаи как бы цинизма. Такой разговор, как у Пригожины Ахмедова, легко представить среди тех, кто тихонько сидит? Я думаю, что большинство, конечно, думают так, потому что большинство как бы в шоке. И это абсолютно чудовищная вещь, ужасная. И она, у неё будут огромные длительные автошоки после этого, после этого потрясения, когда даже оно закончится для нас, для России. Кто-то сказал, что он как бы ебанул страну об стену. Вот это, мне кажется, очень точное выражение. Не помню, кому оно принадлежит. Ну я просто очень хорошо отношусь к украинскому народу. Я снял фильм в Украине про их Пикассо. У них есть Владимир Лобода, величайший художник. И это прекрасный, ну как там Людмила и Саломея, это как бы семья. Они, короче, была такая история. Есть галерея Праун, была. Марина Лошак, это, знаешь. Знаешь, вот. И я пришёл в какую-то галерею, просто интересно было, ходил на выставки. И ходит какая-то тётка такая боевитая, деловитая, в таких кавалерийских сапогах, что-то марширует. И она очень такая живая и общительная, прекрасная, значит, искусствовед, галеристка. Я не помню, что там был за художник, но, в общем, она подошла ко мне, я смотрю на картину, подходит ко мне тётенька и говорит, ну что, нравится? Мы вообще не знакомы. Я говорю, ну да, ну немножко бледновато такое всё, акварельное такое немножко. Она говорит, о, есть другое. Я говорю, какое? Есть Лобода на Украине, у него другое. И там чуть ли не в телефоне мне что-то показало, и я увидел, что это потрясающе. Живопись крутая, безумная. Безумная по цвету. Вот. Ну и по таланту. И она говорит, вот есть такой чувак. Хочешь, езжай к нему. Я говорю, я так говорю, ну хочу. И она мне даёт телефон, говорит, вот поедешь туда, там маршрутку, там пересядешь, там третий дом слева, в какой-то хутор. Он говорит, вот там он живёт. Украине? Да, под Днепром. Вот. Я не помню название хутора, но, короче, я там был на фестивале, просто уже поближе, ну в Севастополе там какой-то был фестиваль. Я оттуда сел на поезд, не полетел обратно в Москву, как все участники фестиваля, а сел на поезд и доехал до Днепра, сел действительно на эту маршрутку. Приехал и просто постучал в калитку. Мне вышел этот художник, говорит, заходи. Вот. Он такой же, как бы, конкретный и прямой, как Марина. Вот. Он меня посадил, говорит, ну что, чего надо? Я говорю, ну вот мне сказали, что вы художник. Говорю, да, пошли. Начал мне показывать, рассказывать. А этот человек просто рок изобелия. Он такой рубенцевского типа, из него просто льются мысли, идеи, позиции, поэзии. Он, короче, меня сдул просто. Я просто лежу, говорю, да, офигенный герой. Краска. Мы забыли, но у нас, оказывается, была ярко-зеленая краска в банках. И паня Людмила ее достала, эту краску. Но она такая гениальная, ну просто малярная краска. И вот, смотрю, вот она красит. Вот эти зеленые качели одной краской красит. Ну просто блестяще. Просто блестяще. Ну так, покрасила гениально. Но там чего-то такого не хватало, что сурдинка присутствовала. А надо, чтобы был звук открытой трубы, без сурдинки. И я взял вот этот розовый, как женские трусы, развел. И она просто, эта картина стала. Это яма, это какая-то бесконечность. Куда-то туда полет. Все. И больше ничего. Съездил опять в Москву. Сказал, Марина, я у него был в гостях, зашел на сутки к нему. Он меня поселил. Потом я уже уехал. Дальше у меня ничего не было. Какая-то камера была, но петлички не было. Я говорю, ну вот, я к нему поеду. Он говорит, ну езжай. Он мне даже помогла как-то. Каких-то просто денег дала. Не знаю, сто долларов, двести долларов, не помню. Я там с добрых людей понадергал какую-то аппаратуру. И с рюкзачком приехал к нему и снял про него фильм. Потрясающе. Ты величайший художник. У него безумная живопись. Какой-то год. Ну это «Дуана Экси Крыма». Конечно. У Кустамаров это тоже, в общем-то, украинская фамилия. И… Да? Да. И у меня предки где-то оттуда, с юга Воронежской области или Украины. Вот это вот, где там что-нибудь уже непонятно. Давно было. Плохо знаю. Дядя в Киеве, например. Чего-то я сбился, сорян. Что ты очень хорошо относишься к украинскому народу. Ну да. И, в общем-то, это настолько переплетенные народы, настолько… Ну, есть ли… Много ли семей, где нет каких-то родственников? И вот такое устроить… Зачем? За что? Как? Как? Это абсолютная дикость, абсолютный кошмар, что происходит. Как ты воспринимал госфинансирование, которое было, как я понимаю, большинство твоих фильмов и сериалов, которые ты снимал как режиссер? Ага. Нормально. А как оно может? Как его воспринимать? Я гражданин страны, плачу налоги. Это моя работа. Еще каким-то образом надо в ноги пасть тем, кто эти деньги дает. Ну, я не очень понимаю. Вопрос, наверное, не понял. Извини. Людей часто упрекают, что если ты берешь деньги в государство, то предъявлять вопросы государству ты не можешь. Это бред. Это извращенное понимание государства. Государство – оно должно организовывать и сделать удобной нашу жизнь. Путинская Россия – это антигосударство. И никакой благодарности и молчания государству, потому что оно давало когда-то какие-то деньги на сериалы. Так я же работал, я же и налоги платил. Ну, то есть это какая-то рабовладельческая херня. И, ну, какая-то, я бы даже сказал, возможно, какая-то тюремная философия в этом есть какая-то. Мне это непонятно. Это извращенная какая-то картина. Государство нам должно, а не мы должны идти и мобилизовываться, и покупать себе какие-то там в кредит бронежилеты. Это вообще абсурд. Государства нет. Понимаешь, когда зэков берут из тюрем, эти зэки совершили преступление, за ними их ловили, судили по закону, а потом их забирают и просто выживешь – помилуют, не выживешь – не повезло. Это уже нет государства, это уже просто всё. Это свидетельство распада государства. Расскажи про Бансу. Это классная повесть писателя Байшова. Он написал ещё «Белый тигр». И эту повесть мне предложили почитать. И она мне ужасно понравилась. Она классная, талантливая, интересная. И она очень кинематографичная. Это вообще писатель очень кинематографичный. Его истории как бы просятся на экранизацию. И вот дали мне этот сценарий, который там был написан по мотивам этой повести. Он был нехороший. Вот. И я сказал, ну, повесть хорошая, сценарий плохой. Что делаем? Мне говорят, ну, поговори со… А там, знаешь, такие вещи как бы омерзительные. Типа Берия комкает какой-то приказ, кидает его за спину. И этот приказ летит и попадает в урну, которая там стоит за Берией. Как бы какие-то… И там НКВДшники. У них 28 самолетов. Они в них летят. В каждом самолете 28 собак. Они все такие, значит, с крашенными ногтями. И они какие-то суперлюди. То есть какое-то воспевание как бы уродов. И я сказал, ну, это нельзя. Это надо все убрать. Это какое-то дерьмище. И мне сказали, что типа, ну, поговори со сценаристом. Ну, он уберет. Сказали так продюсеры, но не очень уверенно это прозвучало. Я подумал, что за сценарист залез в этот самый… Кинопоиск? Ну, в Википедию. Увидел, что этот сценарист возрастом его отца. Я, значит, буду как бы звонить какому-то пожилому там человеку между 70 и 80, говорит, дедушка. Значит, вот это всё херня. Мы вот так позориться не будем. Выспевать НКВД и КГБ мы не будем. Мы будем про людей, про любовь и про ленд-лис. И я как бы сказал, ребят, ну, я не буду ему звонить. Это просто обидится человек. А ему надо сказать по факту, что вот это как бы гадость. Я сказал, дайте я сам просто его как-то доделаю, перепишу. Ну, вот как-то доделал, переписал и сняли. Это ленд-лист. История по ленд-листу, она удивительно, ну, как бы смешная, что ведь огромную роль играл ленд-лист во войне с фашизмом. Тогда и сейчас играет огромную роль во войне с фашизмом. Видишь, как всё повторяется. Ну, а как бы там лётчиков использовали в тёмно. Они должны были перегонять с аляски самолёты в Россию, американские, которыми воевали Бостон, Митчеллы и так далее. И им засовывали… Они об этом не знали. Им засовывали украденные чертежи американские, ну, чтобы они просто такими были курьерами. И один выпал, и у него в парашюте был зашит этот реактивный двигатель, чертёж. И американцы это поняли, что раскрылось это, нашли крота. И русские ждали и не получили. И дальше и те, и другие бегут по аляскинским дебрям, джунглям, лесам, полям и ловят этого чувака. Ну, ещё на него охотятся медведи. Вы на Аляске должны были снимать изначально? Ну, планировалось, да, это же была другая жизнь. И тогда это тоже считалось, смотрелось, пробовалось. Просто там самолёты эти есть, а так пришлось их построить. Нет, мы в результате снимали на Алтае. Абсолютно волшебный край. Твой первый режиссёрский опыт – это «Закон каменных джунглей»? Второй сезон, да. Ты говорил, что тебе совсем не понравилось. Да. Почему? Ну, ты приходишь на второй сезон, у тебя сформирован каст, все актёры выбранные, они уже есть, они продолжаются. Там очень нездоровая была история на первом сезоне, и много было каких-то болезненных, диких вещей. Это что? Ну, на производстве. Там поменялся режиссёр, доснимал первый сезон оператор, который был с этим режиссёром. Много было конфликтов. И, в общем, какая-то такая атмосфера нездоровая сильно. И я пришёл вот в такую достаточно как бы класс трудных подростков, которые… молодые актёры. У них там у многих немножко мозгов мало, и они на бекрень. Ага. И вот это всё как бы… Ну, и плюс первый сезон успешный был. Ну, нет, это никак не влияло. Ну… Там не было медных трупов? Медных трупов – это что? Ну, когда кукуху сносит. Ну, я и говорю, что есть, там был этот вот. И вот всем этим надо было как-то бережно работать. Ну, хотя одного там чуть-чуть придушил, потому что не справился с нерышками, достал совсем. Ну, разговнился, разнылся. Ну, в общем… Ну, короче, тяжёлая ситуация. Я, в общем-то, достаточно эмоциональный человек, и легко меня вывести. И поэтому я там сдерживался. И страшно было, очень страшно снимать и игровое кино после документального. Это как бы новое совершенно всё непонятное. И поэтому получился такой довольно скверный результат. Ты так его оценишь? Да. По гамбургскому счёту скверный, а по меркам первого сезона как будто бы хорошо всё было. Вот и всё. Вот такая история. Но я, конечно, это просто был опыт, и больше ничего. Это просто был опыт практики в игровом кино. Разговнился, пришлось на место поставить. Ну как? Ну просто он что-то начал как-то совсем себя вести по-идиотски. Я не выдержал, как-то его немножко придушил. За горло взял и сжал пару секунд. Он очень расстроился. Наверное, это неприятно, я не знаю. Мне так не делали. Ну это же… Не, ну слава богу, не было никаких судов там, хотя могли бы, наверное, быть. Просто была сорвана смена, и всё. Это же не единственный раз происходило у тебя. Ну иди, сказал А, говори Б. Насколько я знаю, у тебя на съёмках «Бансу» у тебя случился довольно большой конфликт с Александром Палем. Да. Расскажи, что там произошло. Ну это очень сильное моё разочарование, этот актёр. Он как бы нехороший актёр и нехороший человек, я считаю. И, в общем, это обидно, когда такая как бы фигня происходит с главным героем. И ты должен всё равно этого героя как-то тащить, хотя этот человек, он как бы делает всё, чтобы это не получалось. Ну или не всё, а как-то неуважительно относится к группе, к людям. В общем, как бы все его должны терпеть его закидоны. Ну это просто обидная глупость, которая случилась. Фильм того не стоил, история классная, сценарий хороший. Вести себя так не надо, но он этого не понимает. Я слышал, что там ты попросил его то ли что-то поесть в кадре, то ли что-то ещё, и он не был с этим согласен. Да, слушай, я не хочу это вспоминать. Дело не в еде, дело в отношении, в энергии, в отношении к работе. Неприемлемое, так нельзя себя вести. Вот и всё. Зачем мы обсуждаем какую-то еду? Ну там была еда, там было 50 смен, и на всех этих сменах что-то было. То есть это не разовый конфликт? Я слышал, что это разовый конфликт, после которого вы стали общаться только через второго режиссёра? Нет-нет-нет, это просто накопилось вот это всё. Капля камень точит, ну вот так оно и точило. Насколько я знаю, когда вы поругались с Палем, у тебя в процессе съёмок был день рождения, и Паль приходил мириться, и вроде даже принёс тебе бутылку, ну типа как в знак примирения. И ты не принял ни извинения, ни бутылку, и чуть ли даже её не расколотил. Да. Я тебе могу показать, как это было. Ты просто сейчас рассказал, и я не принял извинения. Я тебе могу показать, в какой форме это было. Покажи. Я сижу на плейбеке, у меня идёт кадр, и у меня наконец-то смена без Пали, без этого выноса мозга, капризов и всего этого свинства, от которого встали все и замучены все. Я сижу на плейбеке, вот дальше я тебе показываю, но ты уж не обессудь. Сиди, смотри, телевизор. Заходит какой-то чувак сзади. Это плейбек? Да. И заходит какой-то непонятно, кто берёт меня вот так вот. Вот так вот. Я его отталкиваю, говорю, пошёл нахуй отсюда, блядь. Это такое извинение, я его не принял, ты знаешь, да. Я думаю, что его не надо никому принимать. И это как бы люди на взводе, там сороковая смена, все устали, у всех как бы бэкграунд уже устал. Это тяжёлый забег кино, это трудно. И это вот так вот происходит, вот в такой манере. Поэтому, да, мне не надо приносить изменения в таком виде. Потому что ваши дары будут выкинуты нахуй, что и произошло. Постараемся с тобой не ссориться. Окей? Давай. Есть люди, которых тяготит рассказывать про своих знаменитых друзей. Правильно ли я понимаю, что у тебя обратный случай, и ты наоборот всегда рад рассказать про своего близкого друга Александра Расторгуева? Ну да, конечно, это абсолютно человек, ну, важнейший, главнейший и любимейший в моей жизни, да. Ну я так нельзя так говорить, наверное, потому что есть дети. Но этот человек абсолютно невероятный и, в общем-то, самый прекрасный друг был. И я его потерял, и я в этом виню себя. Себя? Ну да. Почему? Ну потому что я его предал своей слабостью. Я как бы сошёл с дистанцией. Мы бежали вместе, и он говорит, бежим дальше. Бежим, там классно, погнали. Я говорю, слушай, что-то я устал. Ты про то, что ты отказался от документалистики? Ну я ушёл вот в игровое, в эту нишу, и мы как бы разошлись. Ну стали работать не вместе. А до этого мы сделали несколько фильмов очень классных. И это вообще лучшие фильмы, к которым я был причастен, в которых я участвовал, они сделаны с Сашей. Ну я как бы захотел какой-то более спокойной, более автономной, тихой жизни. То есть он говорил, давай гореть, мы горим, погнали, горим. Я говорю, а можно я немножко попрею, просто так полежу и поспокойнее. А вина в том, что если бы… Ну вина, что я не выдержал, что у меня отдыхалка слабая. Ну и тогда бы он не оказался в Центральной Африканской Республике? Ну я его, грубо говоря, плохо отговаривал туда не лететь и слабо. Я ему говорил, ну не надо туда лететь. Есть работа, я нашёл, вот есть варианты, есть классный продюсер, которому интересно, который не вор, который как бы за творчество. И он действительно был прекрасный продюсер, с которым можно было бы что-то начать. И договорились, что они там встречаются через пару недель, потому что сейчас надо слетать на полторы недельки в Африку. И… Что это за продюсер? Саша Плодников. Лук-фильм. Прекрасный, замечательный, классный чувак, мужик. Когда мы Катерину Гордееву спрашивали, какой первый фильм Росторговой надо посмотреть, она назвала «Чистый четверг». Какой первый фильм надо посмотреть Росторговой тем, кто никогда ничего не видел у него? Конечно, у него абсолютная глыба и шедевр – это «Дикий-дикий пляж жар нежных». Это один из нескольких великих фильмов, которые, так сказать, родились за последние 20-30 лет после Советского Союза. И это как бы мощнейшее высказывание, которое не устревает и, как бы это сказать… Великое кино, я считаю. Правильно я понимаю, какая была схема? Изначально Манский, знаменитый русский документалист, снимал фильм. Тот фильм снимал я как раз. Ты был вместе с ним. Ты потом сказал, что поганый фильм… Поганый абсолютно. А почему поганый? Режиссёр поганый и фильм такой… Вообще любой фильм – это автопортрет того, кто его делает. Поэтому ты с этим не скроешься. Довольно безжалостная и прикольная штука. Любое кино, которое ты снимаешь, оно говорит о тебе. Ты говоришь, какой ты. Это автопортрет всегда. И поэтому видно птицу по полёту. Вот два режиссёра на одном пляже сняли два фильма. Почувствуйте разницу. Несколько вопросов. Хоть ты там и не присутствовал именно при расторгуевских съёмках. По нашему опыту люди в России боятся даже диктофона. Это не так. Люди разные. Мы находили совершенно людей, которые… На самом деле это просто такая сегрегация. В России боятся диктофонов. В Китае едят там только свинину. На самом деле всё не так. Разные везде люди. Можно найти тех, кто боятся, тех, кто не боятся. Короче, расторгуев находил людей, которые не боятся. Ты понимаешь мотив? Вот, допустим, возьмём самый яркий, самый тяжело укладывающийся в голове сюжет этого фильма. Неудавшаяся актриса из Краснодара, которая её любовник Клеща на камеру постоянно отвешивает. Да, Пугачёва, да. Ну и, например, чувак, который собирается идти в «Депутаты», который потом становится участником «Тройничка». Вот в чём их мотив? Настолько показать свою жизнь со всеми выпуклостями? Я думаю, мотивы разные. Я думаю, что депутат – это беспредельщик просто, и он не знает границы и не знает, как бы это сказать. Я думаю, что он не совсем человек. Его нельзя судить с точки зрения человеческого какого-то. А Пугачёва, мы её так называем Пугачёвой, у неё такой образ. А чего вы тут кафе всё замазили? Приехала киноактриса из Краснодара, Валентина Далина в филармонии пела. Чего вам пела? Тут пела, блин. В филармонии, из филармонии из Краснодарской. Ну и что вам надо? Дальше вам что надо, ребят? Да нахуй вы нужны? Я актриса в кино, но не в Краснодаре. Давай, а где этот мальчик? Давай, давай. Дико давай. Дико пассионарная женщина, которая не может… Обстоятельства сложились так, совковые, что её пассионарность как-то обрезали, закрыли, закрутили и поставили ей очень низкий потолок. Знаешь, когда тебя меряют в школе, и вот эта штука падает в советской школе, ты думаешь, бля, какое-то чувство клаустрофобии. А вот если так жить? Вот ей вот так стукнули линеечкой этой измерительной где-то в детстве, не знаю когда. А энергия у неё там просто странно. Но почему-то эта выученная беспомощность, ты эту энергию мог бы направить и разрушить этот пресс сверху, эту крышку сверху и вылезти на свободу. Но она как бы распространяется вширь тогда. А вверх она как бы и не прыгает. Я думаю, что у неё такая трагедия. Она очень яркая баба. И когда Саша к ней проявлял просто… Он её раскрыл. Она просто расцвела. Ну, как могла, так и расцветала. Очень, на самом деле, трогательная, искренняя и мила. И это вообще образ России. Вот эта баба, которая как бы всего хочет. И парус, и море. И ходит какой-то урод, и как бы бьёт её и говорит, сиди, молчи на колени, значит, порядок. И он как бы просто мучает её. Вот. И поэтому мне эта баба ужасно нравится. Она прекрасная. А депутат ужасно не нравится. Он отвратительный. И ужасно интересно, что с ним стало. Групповой секс. Я в нём не участвовал. И когда я её увидел, я как бы был в шоке. Когда я увидел эти съёмки, я не понял эту девушку и что её заставило. Мне кажется, она оцепенела от наглости и власти. И это опять же, вот эта вот опять женщина как бы играет метафору для меня России. Вот это цепенение и беспомощность перед просто, ну, каким-то пиздецом, который приходит и нагло тебя насилует, так сказать, по-сухому что ли. И это отвратительно. И это ужасно интересно, что в этом фильме вот эти две как бы женщины такие, ну, в общем-то, жертвы. Ну, на мой взгляд, это так выглядит. По крайней мере, в моих воспоминаниях так выглядит. Я давно этот фильм не смотрел, наверное, года два. Ровно так это и выглядит, да, сейчас. У меня есть спор с человеком, который застал меня за просмотром фильма «Жар нежных» именно на сцене с групповым сексом. И он утверждает, что это постанова. Ну, я думаю, что нет. Я в этой съёмке не участвовал, но я уверен, что нет. Выглядит так, как будто вот второму чуваку, вот этому худому, прямо сказали «подходи». То есть это как будто срежиссировано. Слушай, ну, для меня это не так важно. Если бы это было… Если бы ему не сказали, он не подошёл, всё равно это был как бы страшный эпизод. И сказали ему «подходи», не сказали – это неважно. В принципе, в документальном кино очень много манипуляций, очень много игры и создания условий, в которых документальный шар персонажа закатывается в лузу, как тебе надо. Это кёрлинг. Ты как бы трёшь лёд, и он дрейфует более-менее туда, куда тебе нужно. Этим занимаются все документалисты. И это нормально, это просто… Ты же тоже как-то ведёшь беседу, хотя ты журналист, но ты ведёшь беседу туда, куда тебе надо. И я не понимаю, в чём тут спор. Это вообще не суть. Там надо обсуждать, что они сняли и что это получилось, а не то, кто-то кого-то толкнул, как кому-то показалось. Это же всё домыслы. Вы же руку не видели толкающую? И вы просто отвлеклись на какие-то неважные вещи. Это не главное. Вы как бы выприснули у ребёнка, обсуждаете, какой температура вода. Ты сказал, что не знаешь, как сложилась жизнь депутата, а… Нет-нет, я знаю, что этот парень длинный, худой такой смешной, белобрысый, он чем-то похож на этого комика гадкого. Ну… Лёха Щербаков? Да. Вот. И он на самом деле служил в Чечне. Был, по-моему, каким-то человеком в вертолёте. Их вертолёт подбили, он спрыгнул, как-то выжил на парашюте. И залез на дерево. И под деревом прям ходили боевики, искали его, не нашли. Но он такое пережил, словил войны страшной. А потом участвовал в таких съёмках. Как некоторые считают постановочных, а как некоторые считают документальных. Ну, в общем, такой поворотик. Мне просто Саша рассказал, я офигел. Ну ты когда смотрел? Ты смотрел это на моменте сборки или как зритель уже? Ну, я смотрел собранную сцену, мне кажется, да. Ну… Ты охренел? Да. Я охренел. Это меня потрясло, конечно. Я такого не видел. Блин, а там ещё вот когда эти чуваки, которые видимо этим бананами управляют, и всё равно остальное заходят, типа там банан, банан, банан нужен. И те делают, ну просто как будто ничего не происходит. Ну да, они… Брат, брат, сейчас закончим, сейчас закончим, брат. А при этом эти ребята, которые как бы стоят и ждут своей очереди, они эту девушку приютили, разместили, и в общем-то долго за ней ухаживали. Как я понял, ну их просто так отодвинули. Всё, поехали дальше что-то там в аптеку за мирамистинчиком, кажется, ополоснуться. Вот. Так что вот оно такое. Это очень про власть, это очень про… Ну про терпил и про терпение, да. Ну если про власть, если ты это переносишь, в том числе на сегодняшние времена, то в 9, 10, 115 слой аналогии наматывается ещё тем, какую песню они исполняют победоносно, когда на пляж возвращаются после того, как… После тебя не помню. Путь дорожка фронтовая. Путь дорожка фронтовая. Месье. Отлично, да-да. Вот, а можем повторить. Свадьба невысокого мужика с девушкой – это тоже настоящая? Где он набухался в хлам потом, она его уносила? Смотри, я с ним ужасно спорил из-за этого, потому что когда был фильм, я тогда был гораздо, ну, моложе, глупее и неопытнее, и плохо понимал язык, я всё время на него накидывался и говорил, Паш, Саша, ну это грубая очень, это грубая манипуляция, это грубая. Зачем ты это делаешь? Как бы классное кино. Оно всё, ну, тоньше, точнее как бы сделано. И я ему всё время объяснял ему, который это снял без меня, говорит, это постанова, ты что, убери это, это плохо. Про свадьбу? Да, да, про свадьбу. Потому что меня она как бы триггерила, я бесился от неё, то есть меня она выбешивала. И потом я дошёл как бы своим умом, не сразу. А Саша ничего не объяснял, просто улыбался и говорит, ну, а мне нравится. Мне нравится, останется. Я отвечаю на вопрос, постанова это или нет. Так это не постанова, я тебе сейчас объясню почему. Потому что это постанова, которая пришла в голову героям самим, и они разыграли эту, ну, как бы шутейную свадьбу, просто потому что у них живёт в отеле съёмочная группа, чтобы как бы люди поприкололись. То есть без съёмочной группы возможно не устраивают такие же, это такие, ну, как бы, это игра, это народный театр. Это просто вот у них такой приступ творчества, они придумывают такую вещь, и у них такая драматургия. Это просто шло от людей. И они придумали эту свадьбу. Да, вот как это было. Это не шло от режиссёра, он никого не подговаривал. Это просто хозяину отеля, Мегранычу, как бы, он как бы, ну, драматургия, маленький-маленький мальчик, большая-большая девочка, оба работают у меня. Давай сделаем из них шутейную свадьбу. Ну, это как сделали же, это карнавал Пётр устраивал там или кто. Это вот из этого, из этой области. Это просто творчество людей, которое просто Саша заснял. Вот как это было. Блин. Ну, окей, окей. А что? Не-не-не, ну просто это выглядело не настоящим, но я согласен, что это не постанова, если это они решили так делать. Послушай, дни варенья в Москве при Собянине тоже выглядят не совсем настоящими. Но они организованы. А здесь просто люди, ну, как бы, устраивают просто свой какой-то, ну, какой-то, блин, цирк. И своими силами, домашний концерт. Ну, жалко только, что там не было этого объяснено. Хотя бы кем-то из них. Послушай, вот мне тоже было очень жалко. Более того, я яростно Саше что-то пытался объяснять. И он как бы ухмылялся. А потом я понял. И я очень рад. До меня дошло. Как бы через лет десять. Ну, долго, так сказать, до жирафа доходят. Вот и все. Поэтому, что значит жалко? А зачем тебе все объяснять? Ты же не табуретку собираешь по инструкции икеевскую. Зачем? Там все объяснено. Вот. И никто их не делает. Все потом собирают, что-то не получилось. И тогда уже, а, ну ладно. Сейчас придется по скучной бумажке. Зачем тебе все объяснять? Ну, может быть, этот фильм, видишь, он как бы во мне пророс потом. Вот этот эпизод. Я его понял. До этого я его категорически не принимал. Это классно. Это интересно. Это значит, ну, произошел все равно какой-то контакт, какая-то искра. И это работает дальше с тобой. Ты не посмотрел и забыл. Да, мне все объяснили, я все понял. Все. А выйдешь, это как бы зрело и во мне вызрело. Я понял это буквально, ну, не знаю, недавно. Когда я пересматривал последний раз «Жар нежных», наверное, года два назад. Я слышал такое мнение от своего коллеги и знакомого, который тоже посмотрел «Жар нежных» и был впечатлен. И он произнес фразу «Я не присоединяюсь к ней, я не присоединяюсь к ней», но многие, посмотрев это, возможно, подумают таким же образом. И я хотел бы, чтобы ты прокомментировал это мнение. После того, как смотришь «Жар нежных», кажется, что Россия заслуживает Путина. Еще раз, я не присоединяюсь к этому мнению, поскольку я здесь вижу грех обобщения. Что думаешь ты? Нет, Путина не заслуживает никакая страна. Это никому не пожелаешь Путина, так сказать. Вот что я отвечу. Я с ним не согласен, я считаю, что… Я тоже впадаю в такие обобщения отчаяния иногда. Но я думаю, что они ложные. Причем здесь этот фильм? Ну ты просто после «Буччи» нынешней и «Гастомеля». Там же в «Буччи» были не какие-то отобранные, пригожины, отпетые, какие-то конченые элитные подразделения. Я думаю, что это были обычные какое-то воинское подразделение. То есть таких их много. И в этом ужас. И в этом грех обобщения напрашивается еще страшнее. Но эти зверства делали и немцы, эти зверства делали и американцы. И эти зверства происходят, как я понимаю, на каждого. Я совершенно не оправдываю. Мы сейчас в фазе, конечно, обобщения находимся. И, конечно, мы все обобщены, как русские. Мы как бы обосраны и не отмыться нам от этого. Но есть украинцы, которые со мной общаются. Я с ужасом с ними переписываюсь и возобновляю диалог, прервавшийся на много лет, иногда на десять лет. Вот сейчас, после войны. И они, ну, есть возможность не обобщать всегда, я думаю. И в этом смысле этот фильм, ну, как бы вообще невинен по сравнению с теми обобщениями, в которые мы вошли сейчас. Что такое русское? Что такое русский мир? Что такое русский человек? Вот. И что это вообще? Какое это зло? Ну, как Рома Либеров говорил, так сказать. Надо как-то где-то искать милосердие. Я сам очень склонен вподвать эти обобщения, но по отношению к нам, к русским. Ну, это просто фаза острой боли. Потом она сменится. Этот человек тоже обобщил. Ну, грубо говоря, обобщение не точно априори. У нас был случай, мы с ним идем по дикому пляжу. И вот приехал с мороза. Он мне, значит, он говорит, ну пойдем погуляем. Я с камерой. Он говорит, ну пойдем погуляем, поснимаем. Мы сидим, идем, гуляем по пляжу. И сидит такой мужичок, пьяненький, на мосточке. Под ним протекает какая-то речушка. Довольно высокий мост. И он говорит, ну вот сними его. Я говорю, нет. Это что? Это пьяный человек. Зачем его снимать? И начинаю, говорю, нести какую-то херню. Он говорит, ну сними, я тебя прошу. Я говорю, Саша, это нельзя снимать пьяного человека. Что это такое? Это как бы абсолютно гадкое получится кино. Он говорит, блядь, сними просто. Не потом будешь мне лекции читать. Мы же это не публикуем. Ну просто сними. Нет. Как так? Почему? Где мое пальто? Еще, еще белее мне дайте пальто. И пока я, значит, это все таращил глаза, мы видим, что этот дедушка, он как бы с этого мосточка потерял равновесие, хуяк и улетел. И как бы ножки его взмахнули в последний раз. И он как бы упал в эту водичку. Ну в какую-то речушку. Я в этот момент понимаю, что, господи, какой я идиот. Это же был такой прекрасный эпизод целый. И я его просто не дал снять своей глупостью и своей какой-то лжепринципиальностью, какой-то безмозглой. И ничего страшного не было, если бы мы это сняли. Но он чувствовал, что сейчас что-то произойдет. У него вот это чувство было. И терпел мою дурь, глупость, непонимание. И когда этот мужик улетел, я все понял. Я понял, что я испортил, что я натворил. Что мне сказано было, пожалуйста, сними. И я начал принести какую-то херню и упрямиться. И благодаря моей глупости, ну как бы в этом фильме нет этого эпизода, он был бы прекрасный. Такой пьяненький, засыпающий дедушка. И вдруг его нет. И вот это как бы наша жизнь. И это... Я понимаю, что я сейчас запорол шикарный образ. Классное место было, классный был свет, классный был дед живописный. И он классно совершил жест невольный, документальный. Это абсолютно тот самый киноязык. Я этого не понял. Что сделал Саша? Ну вот стоим рядом, он так просто улыбнулся. Типа вот это вот приятие любого, ну как бы, недоумка и вера, что он вырастет. Вот в этом был весь Расторгов. Он и видел, и чувствовал, и предлагал сделать. И когда не получалось, по не его вине, он как бы просто улыбался и говорил, ну ладно. А дед разбился насмерть? Да нет, он упал в какое-то болотце. Ну конечно, не насмерть. Нет, но... Расторгов говорил, что белое можно увидеть в любом человеке. Белое есть везде, и белое можно увеличивать. Да, и он собственно этим занимался всю жизнь. Можно ли увидеть белое в Путине? У меня не получается. Я вообще считаю, что Путин это не... Ну его нельзя мерить человеческими какими-то мерками. Это в человеческую логику и в человеческое, ну как бы, какие-то установки это уже не помещается. Давно. Вот. Ну как давно. С войны уж точно. Потому что ворюги мне милее, чем кровопийцы. Но видишь, как они как бы мутируют в другое. И... Да и кровопийцы-то уже давно. И... Я не знаю, как это сделать в отношении Путина. Мне кажется, у меня это не получится уже никогда. Ты считал его визионером? Да я вообще считаю, что это абсолютно гений и абсолютно невероятный человек. Я таких не встречал больше. Что ты имеешь в виду? Понимаешь, он был очень талантливым режиссером. Он был очень бесстрашным человеком. Он был действительно визионером, видел будущее, предсказывал. И, так сказать, ну он абсолютно такое... Визионерство его, оно как у Маска, грубо говоря. Такое, наверное, дурацкое сравнение. Но это все как бы Меркл по сравнению с его не главной, а как бы уникальной вещью. Он жил для тебя. Он подымал людей. Он делал людей лучше, чем они есть. Это абсолютная какая-то доброта и растворенность в человеке, в его собеседнике. Он как бы заряжал и подымал людей. Он говорил, ты не такой, ты вот такой. И ты как бы можешь быть еще выше. И, в общем, он абсолютно был... Ну, я его Иисусиком звал. Он был абсолютным как бы таким... Шаровая молния любви. Он обволакивал тебя и прожигал вот эту любовью. И ты ее получал в таком количестве, что ты как бы... Ну, люди... Люди становились лучше. Люди становились талантливее в его магнитном поле рядом с ним. Вот. Он был абсолютно невероятный. Ты произносил как-то про Расторгуева «Трагедия Гулливера». Да. Ну, он абсолютно... Да, он был человек огромного масштаба. И просто ему не соответствовала, ну, как бы наше общество, что ли, тусовка наша киношная. Понимаешь, что в Расторгуеве есть... Он там в Норильске еще работал вот с Люсей Пиуаром. Они делали большой такой проект классный тоже про людей Норильска. И там есть запись, которую снял Коля Жилдович, талантливый оператор, режиссер. Ты, может, ее найдешь и, может быть, поставишь ее. Мне кажется, она тебе может зайти. Там говорит Саша о том, что без человека нет ничего. Что если человек труха и гниль, то каким бы он ни был образованным, профессиональным, востребованным, уже как бы ничего хорошего не будет. Не бывает ничего, не подкрепленного человеком. То есть не бывает хорошего оператора, не подкрепленного хорошим человеком. Не бывает хорошего продюсера, не подкрепленного хорошим человеком. Не бывает хорошего зуботехника, не подкрепленного хорошим человеком. В основе всего лежит хороший человек, который может быть хорошим зуботехником, хорошим императором, хорошим глазастым отолярингологом. Без человека нет ничего. Он во всех, с кем общался, во всем, с кем работал, чистил, разжигал этого человека. Он был какой-то уникальный, прекрасный, лучший человек на свете. Фильм «Я тебя люблю», ты много раз про него рассказывал. Это работа, сделанная в Ростове, в год возникновения Инстаграма. Вы раздали камеры чувакам, просто непрофессиональным актерам, для того, чтобы они выполняли ваши команды. Здесь не точность. Они не выполняли наши команды, они снимали свою жизнь. Мы из этой жизни собирали мозаику. И там не было сценария? Нет, конечно. История возникла потом. А чуваки, тот, который покорял всех девчонок, не даря ни одной из них цветы? Кузя, да. Это он сам? Да. А, то есть это он вот этот концепт? Я просто снимал свою жизнь, да. Хорошо. А то, что потом эта история закончилась тем, что всё обернулось наоборот, и девочка его жёстко отшивала, а он просто как верная собака за ней следовал, и в итоге даже купил цветок, но она всё равно его отшила. Это тоже так? Да. Это жизнь. Я просто прыгал, когда это увидел. Я увидел этот материал, я просто охерел. Его зовут Влад, этого парня Влад Кузьменко, Кузя. Да. И он прекрасный парень, и его просто жизнь так вот как бы нагнула, повернула, замкнула и срежиссировала. А мы просто... Он это всё засвидетельствовал, а мы это всё смонтировали. Девочка, у которой там были отношения с корешем этого Кузя. Да, Буба. Буба, тот, который в армию ушёл. Значит, смотри, они вместе, он уходит в армию, а она потом с каким-то человеком, претендующим на современное искусство в Ростове, начинает встречаться и всё остальное. И это тоже по-настоящему было? Она снимала то, как она пошла налево? Нет, там чуть-чуть мы есть уже. Там есть как бы игровые моменты, и моменты, ну, не сняты. Всё равно всё снимали сами герои. Камера всегда была у тех, кто в кадре. Но там были какие-то уже наши кёрлинг, что я называю. Мы немножко тёрли лёд и что-то куда-то направляли. А Буба сейчас в Америке работает. Вот этот парень, который был в армии, у которого родился этот сын. Вот, Буба, привет. Он в Америке очень хочет фотографировать, увлекается, мы с ним на связи. Он занимается вышками, он как бы такой монтажник-высотник. А, актёрская карьера у него не сложилась? Ну, вот, не знаю. Может, ещё, так сказать, мне не нравятся такие предложения, не сложилось, они как будто всё. Они финальные, да? Ну да, вот мне надо финалить. В общем, сейчас он в Америке занимается фотографией и работает на вышках. В общем, лазит по все верха Америки, им покорены все пики. Девушка действительно забеременела? Да. То есть она приехала к нему в армию и рассказать, что она беременна? Да. Так, а от него беременна? Нет. А в фильме нет, а в жизни – да. На фильм «Я тебя люблю» вы взяли деньги у ростовского гангстера. Он занимался тем, что приезжал в станице, перекрывал там… Но это с моих слов, это не точно. Я не знаю уголовного дела, но он такими вещами… Приезжал в станице, со твоих слов, по твоей информации, перекрывал канализацию и всё остальное людям, ставил там каких-то вооружённых людей. Пока не платите, не переключил. Проходите, пожалуйста. Vamos, vamos. Paso. Я правильно пересказал? Ну, я так рассказал. Это моя интерпретация. Точно. Я не претендую, что так оно было, но таким он занимался, да. Не уверен, что ставил вооружённых, не уверен, что перекрывал канализацию, но там с водой он такое мутил, и с водоотводом, и что-то такое. Мы свечку не держали, просто это из уст. Можно ли у таких людей брать деньги на кино? Не знаю. Слушай, да, наверное. Не знаю. Я не помню, во-первых, когда мы это узнали, до получения денег или после. Во-вторых, он нас кинул, и потом у него всё выкупал Роднянский, и заканчивал фильм, и финансировал его Роднянский, то есть деньги, которые он вложил, ему вернули. Но я никогда не задумывался над этим вопросом, можно ли брать у него деньги. Интересно. Мне почему-то кажется, я не знаю ответа, но брали. А чем это отличается от того, чтобы... Ты хотел бы с Путиным иметь дело или с кем-то из его друзей? И тот, и другой. Я понимаю, что это разный масштаб, но, строго говоря, и тот, и тот беспредельщик просто разного масштаба. Ну да. Да, получается так. Получается нельзя. Я не задумывался над этим. Я понимаю, что здесь это такой твой триумф, триумф неудобных вопросов, но я как-то спокойно, спокойно относился к этим деньгам. Действительно, мы понимали, что он как бы бандюган, но мне не пришло ни разу в голову, пока ты не спросил, что это как бы неэтично. Даже без как бы, наверное, неэтично, но... Мне только не очень нравится, что ты говоришь, триумф неудобных вопросов. Я размышляю с тобой, я не хочу тебя загнать куда-то. Нет, нет. Нет, я понимаю, но ты поставил вопрос, над которым я никогда не задумывался. Ну вот смотри, ситуация такая. Мне кажется, почему-то, что да, ну там мы придумали фильм. Очень интересно. Раздать камеру, посмотреть, что получится. Это эксперимент. самоснимательный, что люди сами снимут кино. А этот чувак хотел какого-то такого стартапа в Ростове. Творческого? Да, он как бы, ну мы ему объяснили, что это может быть очень интересный фильм, и у тебя будет фестивальный успех, а если ты просто хочешь какую-то телевидение строить, то это гораздо дольше, внутреннее. Ну мы как бы сказали, что так правильно идти. Он как бы согласился, для него это был бизнес-проект, стартап, и он в нем разочаровался. Но вначале он как бы худо-бедно его финансировал. Купил нам несколько камер, купил нам несколько дисков. И про его бэкграунд мы не знали как бы заранее. Знаешь, мы вот встречаемся с каким-то человеком, который готов инвестировать в наш фильм, и вот у него такая репутация, посмотрите. А мы просто, ну это все по-ростовски, шурум-бурум, и это еще какой год? Вот ты помнишь? Вот, это же было, ой-ой-ой как, давно и интересно. Вот. И вот, и мы как бы не вникали. Знаешь, у нас, вот никто из нас никому не пришло в голову, пока ты мне этот вопрос не задал, никому не пришел в голову сказать, так, а чисты ли твои деньги? А докажи, что ты как бы не запятнаешь нас. Ну как бы есть возможность, а никакой другой не было. Госкино, там тоже все сложно и коррумпировано, и расторгуем денег не давали. А как бы мы горим желанием вот это попробовать новый метод, интересный, страшно, непредсказуемый, и мы верим, что это будет безумно, потому что как бы камеры уже уменьшились достаточно, стали достаточно простыми, и люди могут себя наконец снимать. А телефонов еще не было с таким качеством видео, которое сейчас. Поэтому мы как бы не думая, чувак хочет, что он там делает, какие-то мутки, да, он вроде какой-то ФСБшник, бывший КГБшник, что он там делает, какие-то водоканалы. Ну и ладно, нам-то что? Нас он тоже кинул, все это отнял, потом Родинский. Ну он нас выгнал, весь материал, там, который мы полгода или год работали, забрал и сказал, выкупайте теперь у меня его. Я в вас столько вложил, а вы мне типа разонравились, где результат? А выгнал за что? Ну блин, что ты сегодня в шляпе или что ты сегодня без шляпы? Так, вообще ни за что, просто... Возможно, он в принципе, это была его идея, он нашел людей, у которых горят глаза. Он говорит, я вам вот столько-то даю, снимайте свою, так сказать, непонятную тему. Вот. И дальше, может быть, он не ожидал, что это долго, что это надо год снимать. Может быть, у него сначала... Я не знаю, что в голове у людей, которые перекрывают воду в станицах. Ну как бы, я не знаю. Может быть, у него изначально была идея, что типа, я их сейчас подсажу, они как бы закусятся, а потом я с них возьму больше бабла, чем в них вложил. Не знаю, но так и вышло. Потом Роднянский это выкупил и дал этому фильму закончиться. За дорого выкупал? За цену, которую назначил Стас. Я думаю, нет, это там тысяч 20 или 40 долларов. Ну то есть, для кино это очень маленькие деньги. Такие деньги... За такие деньги кино не снимается. Это был такой экспериментальный арт-хаус. И в общем, я не был на сделке, не знаю, что там как. Ну не да. Не думай, что он поднял стоимость наших дисков с нашим материалом в разы и заработал на этом. У него более там большие деньги больше, более простыми способами он вертел. Но потом он сел. Я напомню, что мы продолжаем вспоминать и рассказывать о наших коллегах. Журналист Архан Джемаль, документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в Центрально-Африканской республике. Ты пытался отговорить его от поездки в ЦАР? Да. Почему? Ты понимал, что это опасно? Мы когда встретились, они же ехали туда, давай там назовем всех погибших, это Архан Джемаль и Кирилл Радченко, и Саша Расторгуев. Они ехали туда делать фильм про Вагнера, про этого чувака. Это опасно. Я им говорил, что не надо. Ну и вообще, ну как-то вот. Я просто понимал, что есть работа здесь, есть как бы возможно здесь. Он сказал, ну уже билеты купили, я, так сказать, парням обещал и так далее. Типа вернусь, все будет нормально и действительно займемся этим. Как ты узнал про то, что Расторгуев погиб? У меня на Масвеме был, как раз эпидемией занимался. Я не помню, как узнал. То ли прочитал в Медузе, то ли кто-то позвонил, я не знаю. Начали звонить, уточнять, спрашивать. Ну я как бы отказывался верить там несколько дней. Ну это же пока были слухи и не проверено все это было. В общем, это было ужасно. Я не помню, как мне осталось. Помню, что я на Масвеме работал и прям пришла эта новость. Насколько я понимаю, официальная версия ограбления? Да это вранье. Их убили, конечно. Их туда заманили и заманило вот это вот. Я не помню, как зовут это вот существо. Оно недавно. Человек, который умер недавно. Да, я бы по-другому сформулировал, но пусть будет как ты скажешь. В общем, этот Варих туда заманило, я так понимаю. Потом по расследованиям, которые делали Верзилов и Досье. И досье, да. И верю я, конечно, этим расследованиям, потому что официальное оно просто было занято сокрытием улик. Это Пригожин. ЧВК Вагнер, это Пригожин. Они убили этих ребят. Я верю в эту версию. Она неофициальная. Официальная абсолютно, я ей не верю. И если ты вдруг как бы там какой-то такой спирт под выпердом человек, который что-то там как-то может, все равно это утонет в вате тебя, если ты плохой. Или наоборот вы нырнет и будет поддерживаться основанием того, что есть в тебе. Эта штука абсолютно завязана на личность. Ничто не может производиться просто талантом. Производится сердцем. Талант это как бы путь сердца. То есть талант это как бы вена сердца. Понимаешь? Вы вместе снимали сериал «Срок» про протесты 11-12 Это фильм «Срок», да. Мы просто это Алексей Пивоваров предложил такую сделать историю про протесты и Саша меня туда подтащил. Ты когда-то говорил, что твой любимый герой «Срока» это Леонид Волков. Ну мне он ужасно симпатичен, он очень такой мультяшный и как бы мне нравится за Волкова я с удовольствием надуваю. Он очень классный, интересный и смешной и при этом Кац мне тоже очень нравится и мне нравится их как бы батл. Да, и я там когда приходят какие-то опросы в БК, они там спрашивают что вы делаете, а как вы то, а там проводят статистику и у них последний вопрос в конце длительной анкеты последний раз я заполнял там в Аргентине она не просто пришла в почту но я ответил последний вопрос что вы посоветуете как нам стать лучше я пишу перестаньте сраться с Кацом пока они что-то не прислушались в общем меня умиляет это их борьба между собой и я считаю что вместе дружно весело шагать я почему-то в этой оптимист я считаю что этот ужас ненадолго и они расправят плечи и вернутся и мы вернемся ну это когда тогда был Волков сейчас ну собственно я только в ютубе смотрю мы с ним как бы не друзья ты запомнил каким Яшин был в этом фильме Илья да запомнил он производит довольно нелепое впечатление ну как он изменился ну это чудо это классно если люди могут меняться вот это я тоже верю в это и поэтому у меня вот эта теория новой жизни старая кончилась ты умер тебя разбомбили ты улетел куда-то отбросила и ты должен родиться заново и вырасти заново и стать заново собой и хорошо бы чтобы ты стал лучше чем ты был изменился ли по твоим наблюдениям Навальный за то время конечно он возмужал он как бы стал абсолютно мощным крутейшим чуваком и политиком бесстрашным Навального новичок не берет вот понимаешь он как бы абсолютно но это это просто он стал библейским для меня персонажем чтобы вернуться сюда и пережить это и выжить то есть я к нему отношусь с огромным уважением с огромной симпатией к концу съемок срока я уже вот так достал что он меня гонял как бы с санной тряпкой выгонял меня из штаба и так далее я вообще не думаю что он сейчас помнит о таком операторе и документалисте и каком-то хрине который за ним значит бегал и назойливо ему мешал вот но я желаю ему здоровья и победы финальная сцена просто срока выглядит сейчас очень символично метафорично он спускается со сцены народ его приветствует там все говорят Алексей ты наш будущий президент и камера его как бы отдает от людей ментам спасибо за защиту нашего президента так и защищайте его всегда хорошо защищайте нашего президента вот так всегда Навальный наш президент вот ребят да видишь какой контекст возник теперь а раньше ну все эти вся эта оппозиция белоленточная тогдашняя она очень обиделась за этот финал и она его считала как бы по-другому а как ну что он такая же власть что он видите переходит эту мембрану и все и в общем сроком были страшно все недовольны ругались там плевались топали ногами как ты относишься к фильму брат ну как бы спокойно я считаю что какая-то истерика вокруг Балабанова она какой-то ну разгон перегревания и как бы немножко преувеличена то есть я считаю это хороший режиссер как ты относишься к мнению что это Балабанов придумал Путина ну имеется ввиду что Путин посмотрел брата увидел насколько популярен Данила Багров я думаю это бред и решил вести себя так же это хорошо не бред бред какая-то коннотация неверная я думаю что это конструкт придуманный киноведами потому что им надо что-то придумывать но это зал я считаю что Путин не способен посмотреть брата я считаю что Путин не способен его понять и я не думаю что он его смотрел и делал какие-то выводы это какой-то особенный киноведческий Путин придуманный вот этим киноведом я считаю все проще и как бы печальнее и Путин сформировался задолго до появление фильма «Брат». И расследование Марины Салье про Путина, говорящие, чем он занимался, оно было, по-моему, задолго до того, как появился фильм «Брат». Ну, точно я не знаю, но я в это не верю. К тебе домой приходили с обыском по поводу сериала «Срок». Да. Насколько стрёмно это было? Это было очень неприятно. Я очень боялся, что они найдут. Но там была потрясающая история. Они искали, кого бы посадить по делу, по болотному делу. Если бы они получили наше видео, они бы посадили больше. Почему? Потому что они искали людей, которые дерутся или как-то сопротивляются ментам, которые их избивают. Там были стычки на болотной. И мы это снимали. И они пришли, чтобы с обысками, чтобы забрать материал. По этому материалу определить этих людей, вычислить их и посадить. Они... Было как бы очевидно, мне был указ сверху, типа, посадить как можно больше. Чтобы они охерели и притихли. Для этого надо собрать видеоматериал. Там очень много было эшников, которые снимали это. Одного я даже камеру пытался вырвать. Не получилось. Пытался вырвать. Ну да. А он в штатском был? Ну да, но я уже их знал всех. Они там штатском, не штатском. Мы снимали долго, и мы уже друг друга... Ты прям видишь, как они на всех митингах ходят, что они делают, как они готовят провокации. И... Ну и вот. И... Ну и не суть, это я отвлекся. Они пришли за этим материалом. Я очень испугался, что они его получат. Удалось, сложились обстоятельства удачным образом так, что они его не получили. Я очень рад, что никто по нашей... Через наше видео никого не... Никто не пострадал. Они входят в 6 утра, как бы тебя подавляют эмоционально, орут. Значит, у тебя ребенок перепуганный, жена. Они как бы создают такую атмосферу террора. Ты растерян. Они сильно стучат дверь, ты открываешь, они сразу как бы встают везде, смотрят, чтобы ты ничего не успел сделать. У меня был лаптоп, и я совершенно не помнил, может быть, на нем что-то было. И я в суматохе этот лаптоп кладу в ранец дочери, которая одевается и уходит в школу. Вот. Намеренно или... Ну я понимал, что если они его найдут, они его арестуют, они забрали все диски, они забрали стационарный компьютер. Вот. А я лаптоп... Я просто не помню. Я знаю, что на моем домашнем компьютере ничего не было. Ну берите, ищите, ничего не найдете. А как бы в этом лаптопе он с работы принесен. И... Блин, там могло бы что-то быть. Вот. И, короче, я его прячу среди там тетрадок и учебников. Дальше она выходит, в коридоре стоит мент. Выходит из подъезда, на улице стоит мент. Они как бы оцепляют дом, смотрят, чтобы ты с балкона ничего не выкинул, смотрят, чтобы ты соседям ничего не дал. То есть они как бы обложили. Ну она оделась и ребенок идет в школу. Обалдеть. Это не конец истории. Она идет в школу. А мы в школу возили с нашими соседями, приятными людьми. Ну как бы дежурили. Ничего в школу ездить каждый раз. Ты ведешь одного детеныша в школу. Можно возить сегодня я двоих, завтра ты. Послезавтра я, через там три дня ты. И как бы так поменьше, ну, короче, оптимизация. И это был тот день, когда везет знакомый. Ребенок доходит с этим лаптопом до, ну, как бы, до соседа. Садится в машину. И тут этот очухался этот, значит, эшник или кто там, мент. Я не понимаю, кто они. Эти люди, СК, следственный комитет. Бежит и уже стучит. Вот они садятся, машина отъезжает. Он подбегает к машине и говорит, стоп. Водитель спрашивает, а что случилось, мамаша? А что случилось? В чем стоп? Он говорит, мне нужен портфель этой девочки. И эта женщина бесстрашная, коня на скаку остановит, горячую сбавить. Она говорит, так, секундочку, мы в машине, вы нас останавливаете. Мы нарушили какое-то дорожное правило? Он как бы растерялся и говорит, нет. Она говорит, ну да, до свидания. Нажала на педаль и уехала. И с ней уехали дети и мой лаптоп. Я не знаю, может быть, в нем и не было ничего, но это абсолютно бесстрашная, прекрасная история про бесстрашных людей. Что они, собственно, искали и что бы там было? Там, в принципе, приседать должен был я. Потому что во время Болотной была ситуация, когда парня душит мент. И мамономец в каске, он душит этого парня. И я прям вижу, что это там давка, там как бы толчая. И этот мент, он прям этого парня с удовольствием, с таким... Я вижу их обоих. Я вижу, что парень уже как бы бледно-голубой такой, бледненький, а мент как бы красный и усердный. И я прям понимаю, что парню плохо. Я кладу этому менту на каску руку и опускаю эту каску просто на голову. То есть у них каска держится здесь. Она как бы фиксация довольно дурацкая. Ну, другой не придумаешь. Я, короче, закрыл ему шлемом и глаза, и рот, и нос, и все. И он пустил этого парня, тот выскочил. Я не знаю, он как бы... Наверное, он его бы отволок, наверное, он бы его не убил. Но в любом случае я как бы... Да, и дальше я понимаю, что я все это сделал левой рукой, а правой я все это снял. То есть я сам себя как бы пропалил. И в том числе, ну, если бы они находили подобный материал, они бы с удовольствием его бы использовали по назначению. И, в общем, я как бы свою шкуру отчасти тоже спасал. Где этот материал, теперь не знаю. Слишком хорошо мы его перепрятали. А дальше была еще потрясающая история. Это Следственный комитет забрал эти диски жесткие. И через неделю мне говорят, у вас на дисках стоит пароль. Скажите, пароль на диске. Я говорю, я не знаю, какой пароль. Забыл. Так нет, его не было. Я бы рад забыть. Я, понимаешь, я просто опешил, какой пароль на дисках. Я говорю, нет пароль. Он говорит, нет, наш отдел IT работает с вами сшими дисками, и на дисках стоит пароль. Скажите пароль. И тут меня доходит, и я понимаю. Слушайте, а вы на каком компьютере диски открываете? Он говорит, мы открываем диск на компьютере Windows. Я говорю, классно. Вы попробуйте на Mac'е. Может, у вас получится. И они попробовали. Да, ура, отлично. Открылись диски на Mac'е. И, в общем, то есть уровень профессионализма уже тогда был как бы зашкаливающий. Они просто даже вот не пытаются, ну, как бы... Ну, не в курсе, что диск кодирован под Mac OS. Ну, да, это разные просто системы формативные. Ну, ладно, в общем. Мне это забавно было. Возможно, уже нет. Медведев то ли в тот же день, то ли вот совсем близко к этому обоцу. В этот же день была пресс-конференция, и Леша ему задал вопрос, да. Он назвал козлами людей, которые проявили у тебя этот обыск. Как интересно это звучит в контексте его выступлений сегодняшних. Что ты думаешь о них? Особенно вспоминая, что тогда он, строго говоря, за тебя заступился. Я считаю, что, конечно, судьба Медведева заслуживает большого фильма. Это удивительная как бы история падения и удивительная история ничтожества. Это невероятно. Это очень будет интересный, крутой сценарий фильм про боёпик. Он заслуживает боёпика больше, чем кто бы то ни было. Потому что, ну, другие персонажи и, так сказать, члены совбеза, они более такие, что ли, скучные и без таких чудес на виражах. А Медведев, он яркий, яркий герой, в кавычках. И, конечно, это невероятное. Как говорят в Ростове, как бы аттракцион переобувания в воздухе. Не только в Ростове. Ну, да. Ты любишь, как большинство других кинематографистов, режиссёра Герма. Кино получается, когда оно выполняет такие... Так, первый момент, когда оно тебя удивляет. Когда в течение фильма ты удивляешься. Второй момент, оно должно тебя подключить. Возможно, он даже первый. Подключить, удивлять. То есть оно должно быть с неожиданными поворотами, которые ты не... Ну, как бы для тебя сюрприз, а не тебя просто как бы нифига себе, а вот оно как. И эти два должны привести к третьему. Оно должно тебя подключить настолько, чтобы ты заплакал от страха, от смеха, от горя. Ты должен настолько подключиться к этому фильму, к этой истории, к этим людям, что оно у тебя должно вызвать такие сильные эмоции. Тронуть. Ну, да. Вот. И вот это вот подключить, удивить, тронуть. А у Германа это было как бы очень мощно, очень классно. И поэтому он хороший, крутой режиссер. Мощный. Плохо, когда кино движется через слова людей, которые в кадре. Хорошо, когда кино рассказывается киноязыком, а не вербальным. И Герман был как бы виртуоз этого. Он умел, и его операторы прекрасные, они умели это делать так, что ты наслаждаешься как бы речью, ты наслаждаешься как бы глубиной вот это кино, киноговорение. Оно уникальное было. А киноязык это не только текст, но и музыка, картинка, Это как бы все, все, для меня это все, кроме за, все, что не текст. Потому что текст это просто, ну вот человек сказал, зритель услышал, он понял, что у этого человека вот это слово вылетело. А когда ты понимаешь, что он чувствует, что он делает, и даже что, ну как он живет, но без слов, это вот как бы признак хорошего кино. Ты сказал, что «Жар нежных» в твоем представлении один из нескольких главных фильмов, которые были сняты после развала Советского Союза. Что еще? «Окраина». Ну это потрясающе мощное, великое кино. По-моему, Луцик режиссер. Как ты относишься к режиссеру Косаковскому, про которого многие узнали после того, как вышел фильм про свинью, Гунда? Слушай, он до этого снял очень много интересных фильмов. Вот, отношусь. Ну это талантливый режиссер. Ты говорил, что тебе нравится фильм «Среда». Там концепция крутая. В кино важно придумать концепцию, а не просто за кем-то ходить и кого-то о чем-то расспрашивать или наблюдать. И там придуман мощнейший ход, интереснейший, такой математический. Это все, кто родились в... Все, кто родились в ту же среду, когда и родился режиссер в этом городе. И он как бы всех их нашел и со всеми с ними пообщался. И насколько я помню, у него идея в том, что ну вот мы все родились, и я типа самый успешный. Не украл ли я у вас что-то? Нам вот всем как будто дали в среду всем. Все как-то стекло ко мне. А вы... Может быть, я очень неправильно его понял, может быть, я неправильно его пересказываю, но мне показалось, там этот посыл, он очень забавный, трогательный и опять же разоблачительный, потому что это автопортрет. А чем это тебе больше отдавало? С самолюбованием или искренней рефлексией? Нет, это... Больше всего в этом фильме меня поразила эта формула, это концепт, это придумать такую... Ну, такой... Ну, это просто как бы как ЕМЦ-квадрат. Это такая находка потрясающая идея сопоставить себя со всеми, кто родился в среду. И здесь игра русского языка, что этот день недели еще является как бы... Окружением. Объяснением или как бы термином, обозначающим, так сказать, среду обитания, среду жизни. Саша Расторгов всегда говорил, что в кино должна быть вот эта акция, вот эта как бы сверхидея, сверхзадача. И есть там другой пример, на 10 минут старше Герца Франка, там концепт другой, там фильм длится 10 минут, столько, сколько помещалось в кинокамеру тех времен, когда он снимался, там 70-е и 60-е годы. И это тоже как бы вот художник ставит себе такую задачу, я сниму за одно включение камеры в фильм, получится или нет. И он придумывает, что это за фильм, и он получается. И как бы суперкино, оно такое, с акцией. Поэтому «Окрайна» это очень крутое кино. Есть подкаст про документальное кино, и Павел Костомаров был одним из его героев, и в том числе я там тоже про концепции рассказывал, мы тоже ссылку оставим. Для тех, кто очень любит документальное кино, можно будет посмотреть, послушать и... На самом деле, это вот классная вещь, твои эти разговоры с людьми, потому что я, например, Рому Либерова не видел ни один фильм, но послушав его, и будучи очарованным этим человеком, режиссером, он классный режиссер, он офигенные фильмы делает. Я их начал смотреть после этого выпуска, это классно. Поэтому я буду рад, если посмотрят люди жаронежных, если посмотрят кто-то из тех, кто смотрит это, посмотрят «Окраину», посмотрят «Среду», посмотрят «Я тебя люблю», тоже интересное кино очень. То, что делает Рома Либеров, это не заум для тебя? Я про киноязык. Это поэзия. Это не заум, это кинопоэзия. Нет, это совершенно не заум, это прекрасная. Он просто поэт. Просто он из этих подмели в монтажной комнате, всякие обрывочки, ошнёточки, мусоринки кино, он из этого выкладывает поэзию. Он вообще волшебник и прекрасный чувак. А про кино? А почему я назвал как бы говно, что «Кальмара» – говно, но я же не назвал ничего прекрасного. А я считаю, что есть прекрасный в Воронеже режиссёр Суслин. Недооценённый. Да. Ты знаешь, я посмотрел его после того, как я безоговорочно и яростно его хвалил. Я потом посмотрел фильм, и у меня как бы поубавился энтузиазм. Они разные у него, и неровные, на мой взгляд, и разные убедительности. Но у него есть потрясающее кино по пье-маше. Это очень-очень мало кем виденный и мало кем замеченный фильм, а он прекрасный. И последняя вещь, которая меня поразила и растрогала, и это просто тоже чудесное кино, это «Экспресс». Братово. А это парень, который выиграл в Выборгских фестивалях до этого «Шалай-балалай» снял документ. Да. «Халалай-балалай». Это прекрасное кино. Оно такое, оно такое, знаешь, ну, вот это родился режиссёр большой, тёплый, добрый, остроумный, интересный. И это такое счастье, когда ты встречаешь таких людей, понимаешь, что, блядь, классно, вот был Хлебников, сейчас появился этот ещё Братов. Это такое чудо. И слава богу, что это происходит. Вот. Это важно просто, а то я всех как-то хуесошиваю, это как бы не... на что ты живёшь сейчас? Я вначале жил на машину, которую мне мой оператор Глеб Филатов по-братски продал в Москве по доверенности из Казахстана. Вот. Продал или купил? Продал. Ну, он смог её продать по доверенности, и на эти деньги я как-то жил. Что это было за машина? Вольсваген, Тегуа. Мне ещё очень сильно помогали, вот, помогали мои коллеги по прошлой жизни. Я как бы наработал репутацию какую-то, какую-никакую, и они как бы говорят, что мы тебе будем платить деньги небольшие, но достаточные для... ну, хорошие даже, прекрасные. И они меня поддерживали это время, сейчас я уже нашёл работу, нашлась, тоже благодаря им. Они просто так платили деньги? Нет, там надо было немножко заниматься сценарием, но по сути это была помощь больше, то есть я не... Они, на самом деле, очень по-человечески и гуманно, и заботливо относятся ко мне, я им очень благодарен за это. Мы с ними, ну, много проектов сделали, они мною дорожат, я им дорожу, хорошие ребята. Кинопродюсеры, видимо? Да, мои продюсеры, да. Ты сказал, что комнаты перевели на испанский? Да, да, мы думаем сделать это в Буэнос-Айресе, этим надо заниматься, и я думаю, что всё будет классно, плюс я пишу сценарий, который происходит событие на мексиканско-американской границе, там классная история, и я надеюсь, его тоже снять, поэтому где я буду дальше жить и как определить работа. Сейчас я здесь, завтра я могу быть в Буэнос-Айресе год, потом, может быть, я буду снимать это в Мексике, а может быть, мы в Аргентине сымитируем эту границу, может, это будет удобнее и дешевле, короче, ну, я продолжаю заниматься кином. комнаты можно снять не в России? Ну, я верю, что да, конечно. То есть там нет чего-то такого, что нужно именно... В Васином первоначальном сценарии Васи Сигарева она как бы сугубо русская, но я уже говорил, немножко, может быть, неясно, непонятно, я повторю, Netflix это адаптировал для того, чтобы это было понятно везде. И, соответственно, снять можно? Да, надо просто немножко поменять обстоятельства, ну, я не знаю, но так-то эта история, она, ну, интернациональная, она абсолютно как бы всем понятна, всех захватит. Она потрясающая, интересная история. И она просто будет перенесена в то место, где получится. А где взять деньги на это? Я не продюсер. То есть логика... Ну, я думаю, что хорошая история не... Все задают вопрос не где взять деньги, все задают вопрос и где хорошая история. деньги найдутся. Ты вот этот день, что мы с тобой проводим время, несколько раз говорил, что я верю, что все скоро закончится. Я оптимист. Да, я считаю, что надо это транслировать, в это верить и... ну, пусть оно случится, как ты хочешь. Пусть будет все, как ты захочешь. Я хочу, чтобы это кончилось, я хочу, чтобы этот позор, кошмар и трагедия завершилась и чтобы Россия начала становиться прекрасной Россией будущего. Но пока это просто желание. Хоть какие-то предпосылки ты к этому видишь? Ну, слушай, я же не, как бы, вот я, как в таких всегда случаях, говорю, идите к Юдину. Он прекрасный, он умный, у него предпосылки, у него степени, у него мозги, а я, как бы, ну, как бы в пространстве ощущений, чувств и каких-то таких вещей. Поэтому предпосылки, я думаю, есть. Я думаю, что поддержка войны, как бы, очень низкая. Она и была небольшой, я надеюсь. Вот эта вся эта наносная пропагандистская, как бы, зомби-дрянь, которую нахерачили людям в голову, она держится плохо. Вылетает легко. И мы сейчас в этом процессе. И, в общем-то, я думаю, что это долго продлиться не может. Я оптимист. Хотя многие говорят, что нет, Паш, это надолго. Но я считаю, что нет. Ты прокручивал в своей голове, что у тебя закончатся деньги и у тебя будет выбор либо вернуться снимать в Россию. Нет, этого не будет. Либо вообще заняться другой работой. Да, я готов заняться другой работой. Любой? Ну, какая будет, какая мне будет по зубам и по языку, я говорю, официантам, кем угодно, я готов, да. А, тебе... Совершенно спокойно воспринимаю это. Ну, давай опять же посмотрим прекрасного Рому Либерова, который рассказал про эмиграцию. Чем занимался Гайта Газданов? Таксовал. Величайший писатель. Поэтому, о чем мне-то, как бы, рожу кривить? Я не гордая. У тебя есть интервью с Набу, и там просто блистательная концовка была. Над чем вы сейчас работаете? Твой ответ, над собой. Над чем планируете работать в будущем? Твой ответ, над ошибками. Я так позавидовал, что это произошло не в моем каком-то интервью, это было бы прям прекрасно. Приведи пример, когда и как последний раз ты работал над собой, и когда я как-то последний раз работал над ошибками? Я работал над собой, когда мы сегодня снимали на улице, на жаре. Я хотел вас всех убить, потому что мне казалось, вы какие-то непрофессиональные долбоебы. Все это можно было сделать, блядь, быстрее, с лучшими фонами, не мучиться от жары. Но вы как бы на расслабоне снимали. Мне казалось, ну я в кадр не заглядывал, но у меня еще... Вот я себя бил по рукам и думал, Паша, блядь, это не твоя площадка. Не надо здесь никого гонять и строить. Паша, молчи, терпи. Они ищут какой-то фон, ладно. Ну не нашли, ладно, снимут на этом. То есть я... Вот я работал над собой со своим гневом. Хотя во мне как бы сидел режиссер, который ходил вывести, сказал, ёб вашу мать, вы что, блядь, творите, твари? А ну быстро встал туда, пошел сюда. Вот, это все у меня внутри происходило, но... Но ты даже не подал виду. Не знаю, боюсь, что у меня была кислая морда и вы, наверное, это как-то почувствовали. Я не хотел бы, чтобы это было. Вот сейчас я перед вами работаю над ошибками, а до этого работал над собой. Все это произошло при... у тебя в гостях. Мы очень ценим. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Ну, когда не будет этой власти, когда не будет войны, когда все это закончится, это все должно рухнуть и должно все это быть судимо, демонтировано до основания и должна проведена работа, как бы большая, иллюстрация и так далее. Как только все это кончится, я... Смотри, я в этой новой жизни живу там, где есть работа. Я просто кочевник сейчас. И у меня есть какая-то база, это Буэнос-Айрес. Прекрасное место, прекрасный город. Но в целом мы, в общем-то, мобильные, легко снялись и поехали туда, где работаю. Сейчас я отскакиваю на месяцок, а дальше, возможно, будет по-другому. Ко мне приедет жена и ребенок. Поэтому я вернусь в Россию, когда туда будет возможность вернуться, просто физически и чтобы там жить и чтобы там была хорошая работа. Как это было до войны. Я думаю, это будет скоро. Но я не сижу на чемоданах и не жду, когда это случится, а я как бы работаю пока не там. Ты допускаешь, что никогда больше в Россию не вернешься? Нет. Это невозможно. Это невозможно. Это не может законсервироваться и выстоять. Я не допускаю этих мыслей. Я оптимист. Это ненадолго. Многие считают, что после войны все будет еще хуже. и люди, которых вы так долго снимали во многих своих документальных работах, которые в том числе становились героями самых резонансных работ Расторгуева, твоих, они все равно будут нуждаться в таком, как Путин. Что даже если изменится власть, не изменятся люди. Я с этим не согласен. Я думаю, что люди изменятся. Я верю в это. И я думаю, что главная характеристика народа инертность, а не кровожадность и не ресентимент. они просто как бы им все равно. Они равнодушные. Это страшно. Будьте равнодушны, говорится, это самое плохое. И ты спрашиваешь, во что ты веришь? Я верю, что может быть выход. И хуже не будет. Может будет еще какой-то автошок типа после Путина. Но дальше мать не качнется в другую сторону, и он просто должен качнуться не так ублюдски, как он качнулся в 90-е. Вот и все. И финальное. В чем сила? Мы с Антуаном монтировали фильм «Мать». Дело происходило в Швейцарии. Антуан — это российско-швейцарский... Антуан — это прекрасный российско-швейцарский режиссер, который сейчас снял прекрасное кино. Называется оно «Праздники». Это ужасная интересная концепция. Там фильм состоит из... Он просто тупо отмечал праздники с людьми. Он просто приходил, и сегодня такой праздник, классно, снимаем. И он так прожил год. И как бы праздничный год России предвоенный. И там все заканчивается уже окопами. И это классное, ужасно интересное, ужасно точное такое, знаешь, новый дикюстин исследования России. Мы с ним сняли фильм «Трансформатор», потом «Мирная жизнь», «Мать». А потом я стал работать с Расторговым, а он стал рожать первого ребенка. Штука в том, что когда мы делали «Мать», мы ее монтировали, я помню, эту кухню где-то там в Швейцарии, в Женеве, что ли. Потому что у Швейцарицы надо было по условиям договора что-то делать там. Я на кухне вижу магнитик, на нем написано на латыни «Омния Винцетамор». Возможно, я прочитал неправильно. Но у меня этот магнитик потряс. Я как бы понял, что вот это мне послушание, которое я должен следовать за этим магнитиком. примагнититься к этим словам. Все побеждает любовь. И мне это очень трудно. Дается в прошлой жизни, которая была до 24-го, я в общем-то потерпел фиаско и как бы жил как-то глупо и бестолково и в общем-то стыдно за ту жизнь. Сейчас началась новая, надо стараться и надо идти вот за этим магнитиком. И это ответ на твой вопрос «В чем сила?» Самая главная сила – это любовь. и она побеждает все. И поэтому «Омния Винцетамор». Субтитры направлены Денис